Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях находится историк Вячеслав Сергеевич Кулешов. Вячеслав, здравствуйте! Приветствую! Позвольте себе зачитать ваши регалии. Я так прям сразу запомнить наизусть не смог. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории и материальной культуры Российской Академии Наук, ведущий сотрудник лаборатории популяционной генетики человека медико-генетического научного центра Миноборнауки, доцент кафедры истории Тюменского государственного университета. Ну, перечислять работы и места работ не буду, это вообще долго получается. В общем, да, Вячеслав, приветствую! И сегодня мы поговорим с вами о Древней Руси и Древнерусской экономике. Потому что, как мы знаем, да, экономика – это базис, да, скажем так. Это базис! Экономика – это база, да, это базис всего. И крайне интересная тема происхождения древнерусской государственности, древнерусского государства, древней Руси – тема, которой многие люди касаются, да, но не так часто касаются экономических основ возникновения этого государства. Вот. А как мы знаем, чтобы что-то произошло, нужно, как минимум, две причины, одной недостаточно. То есть, того, чтобы кто-то хотел, чтобы появилось такое государство, и оно сложилось, должны быть предпосылки. И предпосылки были. В общем, начнем обсуждение. Я буду подглядывать в свой список вопросов, да, чтобы не ударить в грязь лицом. В общем, Вячеслав, вашим учителем был Глеб Сергеевич Лебедев, небезызвестный, я бы сказал, даже легендарный человек в нашей исторической науке российской. Его работа «Эпоха викингов в Северной Европе» стала одной из настольных книг для каждого интересующегося историей эпохи викингов и Древней Руси. Насколько актуальны на сегодня изложенные в ней материалы, информация, тезисы? Первое издание было в 1985 году, да, вот последнее в 2005, уже посмертное для Глеба Сергеевича. Насколько это актуально сейчас? Как мы знаем, информации все больше и больше, скажем, можно сказать. Да, информации действительно очень много, и книга Глеба Сергеевича, она занимает в историографии отечественных викинговедческих исследований особое место, потому что она открыла доселе неизвестную широкому кругу читателей область, которая одновременно связывала мировую историю, конкретно европейскую и северноевропейскую, с историей Восточной Европы и возникающей как раз в эпоху викингов древнерусской государственности. Надо сказать, что когда Глеб Сергеевич писал эту работу, то даже в научных библиотеках литература, которая была тогда доступна, она не покрывала со стопроцентным покрытием всю фактографию, доступную на тот момент. На самом деле, даже в Западной Европе в 80-е годы так называемые Viking Studies, или то, что мы по-русски передаем викинговедение, были, ну, что называется, только в самом начале своего подъема, который начался примерно в конце 1930-х годов, вышли первые обобщающие англоязычные монографии. И вообще Viking Studies стало мейнстримным управлением сравнительно недавно, в 90-е, особенно нулевые годы. И тот фактографический материал, который был доступен Глебу Сергеевичу, он, так сказать, с нашей точки зрения сейчас уже не вполне полон, не вполне достаточен. Но что удалось сделать ему, это широко концептуализировать то, что для отечественного читателя было новинкой. И базовая идея, которую Глеб обосновал, и причем обосновал ее не только с археологической стороны, но и со стороны исландской устной традиции, очень много страниц в этой книжке посвящено эдической поэзии и тому, как она проливает нам свет на специфику мировоззрения викингов, которая ключ к этой эпохе. Так вот, в этой книжке был впервые концептуализирован огромный фактографический материал. Глеб читал на английском, немецком, плюс ему помогали друзья и коллеги. Книгу рецензировала Елена Александровна Мельникова, на тот момент ведущая из молодых исследователей эпохи. И поэтому ему удалось сделать довольно значительный шаг вперед в том, чтобы ввести саму идею викингского мира и его значение для Восточной Европы и ее истории в широкий научный оборот. У Глеба была целая плеяда молодых учеников, которые своими раскопками на северо-западе, на базовых памятниках до викингского, викингского и древнерусского времени реализовали те задачи, которые он ставил в своем широком концептуальном обращении. Поэтому можно, безусловно, сказать, что эта работа лежит в основе современных наших представлений, особенно по северо-западу. Но, конечно, за последние 30-плюс лет вышло очень много нового, очень много переводной литературы, очень много было нового накопано. И сейчас, конечно, требуется переписывать. Если Глеб Сергеевич был бы сейчас жив, он бы первый согласился с тем, что себя нужно переписывать каждые 10-15-20 лет. То есть наука – это, естественно, процесс постоянного поиска истины, которая, как мы знаем, истина недостижима, но мы можем бесконечно к ней стремиться. Это научный поиск. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Да, вечный, так сказать, поиск. И, как знаете, бывает сейчас очень популярно у людей далеких от исторической науки, увлекающихся историей, обращаться часто к работам совсем, ну, не древних, но давних историков, типа, допустим, Ломоносова, и утверждать их теории как нечто доказанное и незыблемое. Хотя постоянно появляются новые данные. Скажем, тот же Ломоносов, он близко не был знаком с той номенклатурой археологических находок, которые обладаем мы сегодня. То есть если речь идет тогда о том, что исследования требуют уточнений на основе более современных данных, исследования, написанные там 20 лет назад, 40 лет назад, то что говорит об исследованиях, о работах написанных 200 лет назад и более. Совершенно верно. Ну, то есть сегодня появляется все больше археологических данных, и на их основе мы можем делать новые выводы, постоянно уточнять что-то. И такой вот вопрос, по сути, это главный вопрос сегодняшнего вечера, лично для меня, точнее утро. Какое значение имели торговые пути в формировании древнерусской государственности? Можем ли мы утверждать, что волжский и днепровский торговые пути стали экономической основой державы Рыриковичей? Да, значит, сразу кратко отвечу. Безусловно, да, этот вопрос, значит, сейчас решается только так. Да, международная торговля стала экономическим базисом для формирования основ, значит, древнерусской государственности на всем протяжении территории будущей Древней Руси. Теперь разверну чуть подробнее. Долгое время в советской науке, значит, над которой висел Дамоклов меч постоянного соответствия марксизму в таком его очень вульгаризованном советском виде, имелось идеологическое давление, в соответствии с которым была принята догма, что в любом обществе государственность возникает тогда, когда общество переходит из одной фазы в другую, и типа, как бы, этот процесс естественный, поскольку он управляется, значит, законом общественного развития. То есть вот эти пять стадий. Да, 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 так называемая пятичленка. Вот, и все советские историки... Феодализм, капитализм, социализм, коммунизм, да. Сначала первобытность. Стояра, рабовладение, феодализм, капитализм и... Хотя на сегодня мы не можем утверждать, что феодализм существовал во всех частях земного шара. Совершенно верно, но задачей советских историков, базовой задачей, было уложить весь исторический процесс и все то многообразие исторической реальности, которое читалось в источниках, вот в эту вот так называемую пятичленку. Поэтому вот так и говорили, что советские историки... Сейчас за критику советского подхода половина зрителей такая хопа отвалилась. Нет. Выключаем критику Советского Союза. Ну, в действительности, ребята, в Советском Союзе было гигантское количество блистательных историков, которые либо работали вне этой пятичленки, либо так в ней работали, что пятичленка оставалась только в введении заключения, а внутри можно было читать нормальную историю. И лучшие историки работали именно так. У них не было такого вот прям марксизма вчитанного. Нет. Но, значит, большая часть исторического дискурса формировалась именно через призму вот этой пятичленки. Поэтому искали подтверждение тому, что вот закон общественного развития действует неумолимо, и что каждое общество проходит через вот эти стадии, так называемые общественно-экономические формации. И как раз задачей историков Древней Руси было показать, что вот общество в предирании Древней Русской эпохи как раз находилось в процессе перехода из разлагающегося общественно-политического строя первобытного или родового, это переходило к феодализму. И таким образом, значит, раз феодализм у нас государственность, то, значит, получалось, что государственность у нас возникает естественным путем. Но проблема была в том, и она была известна всем историкам, источники противоречили этому со страшной силой. Вычитать из источников все формальные показатели раннего феодализма, ранней государственности и всего такого, что складывалось бы естественным путем на, так сказать, в восточно-европейской почве, не получалось. Нету в источниках подтверждения марксовых теорий. Более того, когда въедливые историки стали читать Маркса, они обнаружили, что как раз про восточную Европу Маркс писал, что, значит, длительное, длительный догосударственный период у восточных славян, возникновение государства под влиянием норманов, ужас, ужас, Маркс был норманист, как же так? Но в конце 80-х годов, когда марксизм перестал быть единственной догмой, точнее, не марксизм, как, так сказать, философия и методология науки, а вот та самая тривиальная печленка, которая в действительности родилась под пером советских методологов науки в большей степени. Да, кстати, вот опять же, Маркс, он же не историк, он философ. Он философ. И опять же, в середине 19 века он, как Ломоносов в 18 веке, так Маркс в середине 19 века близко не имел доступа к... Той источниковой базе, которую мы имеем. И другой источниковой базе, которая сейчас есть. Да, совершенно верно. Так вот, оказалось, что естественным образом в Восточной Европе практически не было ни одного общества, которое бы сформировало государственность по тем механизмам, которые были предусмотрены эстматом. Что же делать? И помогло обращение к дореволюционной русской науке, в которой, значит, была задолго до 20 века и всех тех прекрасных археологических открытий, которые мы имеем сейчас, сформулирована торговая теория происхождения Древней Руси в работах видного историка, профессора Московского университета Василия Осиповича Кличевского. Я горячо рекомендую самому широкому кругу слушателей прочитать его книги. Они многократно переизданы. Торговая теория сформулирована в качестве такого комментария, что ли, к широкому кругу вопросов русской истории. В двух его больших работах. Это курс русской истории и самая его видная работа, докторская диссертация, которая выдержала пять переизданий, в том числе последняя уже послереволюционная, которая называется Боярская дума Древней Руси. Там есть в конце цепочка приложений, в одном из которых просто сформулированы в самом полном виде его взгляды на формирование Древней Руси, как результат взаимодействия викингского торгового капитала на речных путях Восточной Европы с локальными славянскими обществами. И торговая теория Ключевского, она одновременно объясняет формирование древнерусской экономики, формирование древнерусского урбанизма и формирование древнерусской государственной модели. Сейчас, после того, как прошло уже больше 130 лет, после того, как основы этой теории были сформулированы, мы можем сказать, что только она и подкрепилась формально, формально подкрепилась археологическим материалом, и самое главное, она продолжает подкрепляться. То есть правота Ключевского, который построил модель, исходя из своего видения, всей суммы доступных ему тогда источников, оказалась верной. В чем заключается базовое положение Ключевского? Оно заключается в том, что русская государственность возникла вдоль и на торговых путях. И точки ее кристаллизации – это точки одновременно возникновения интенсивно-экономической жизни и возникновения городских поселений вдоль путей, которые становились этими хабами международной торговли между глобальным севером и глобальным востоком. Значит, то есть с торговыми маршрутами, в принципе, не сказать, что все понятно, поэтому нужны уточнения. А какие товары были основными на древнерусских торговых путях? Модель глобальной торговли между Северной Европой и странами Юга – Византии, Халифатом, Средней Азии – строилась на совершенно конкретных группах товаров, которые имели то, что сейчас принято называть высокий уровень глобального спроса. Что это были за товары? С максимальной рентабельностью, наверное. С максимальной маржинальностью, я даже так можно сказать. Ради которых можно было пойти на любое преступление. Совершенно верно. 300-400% на цене. Да, на риск передвижения по тысячекилометровым маршрутам. Значит, товаром номер один по маржинальности были рабы. Рабы делились на две категории. Почему мы точно знаем, что это было две категории? Потому что в арабских источниках, которые лучше всего описали схемы работорговли 9-10 века, рабы и рабыни называются разными словами. Соответственно, когда речь заходит в каком-либо арабском источнике о торговле между странами ислама и так называемыми русами, купцами, а рус, которые в источниках 9-10 века возникают в полный рост. Значит, эти категории обозначаются двумя разными словами. И когда надо сказать, что вот русы торгуют рабами, всегда подчеркивается, что и рабынями, и рабами юношами. Рабы юноши используют... А кто дороже был? Рабы или рабыни? Мы не можем сказать, потому что есть источник 10 века, где даются правила оценки рабов. И судя по сумме данных, которые мы знаем из арабской литературы, порядок цен на рабов и рабынь зависел от каких-то... То есть от качества. Да, от качества. То есть можно было задорого купить раба-гуляма, можно было за не очень дорого купить рабыню-девушку. Факторы, так сказать, были разнообразны. Но в целом по маржинальности человеческий товар был на первом месте. Значит, на втором месте по маржинальности были драгоценные меха. Драгоценные меха это тоже продукт, который мы можем отнести к категории сырьевых, потому что они добывались массово на территории лесной зоны Восточной Европы и Северной Азии. То есть везде, где естественным образом обитает белка, куница, соболь, чернобурка, красная лисица, список мехов доступен из практически любого арабского источника эпохи викингов. Значит, вот эти меха добывались местными культурами, местными обществами от Балтики до, ну, фактически Сибири. Поскольку, так сказать, система меховой торговли сложилась до эпохи викингов и продолжалась до XIX века, включительно в Российской империи. То есть как фактор международной экономики это, ну, константа. Так вот, мы знаем, что вот где эти зверюшки с драгоценным мехом живут, там складывались системы фактически промышленной добычи, то есть в гигантских масштабах. Эти масштабы определялись только емкостью соответствующих торговых путей и емкостью рынка сбыта. Поэтому Китай, Средняя Азия, мир ислама, Византия, Европа. Этот мех до Китая доходил? В Китае меховая торговля началась гораздо раньше, чем везде в Западной Азии. Мы имеем сведения о ней уже из ханьского времени. А вот именно мех с территории Древней Руси? Значит, с позднее античного времени точно, то есть 4, 5, 6 века, для 6, 7, 8 веков у нас базовым контрагентом является Югорское общество в Прикамье и Приуралье, которое торгует напрямую со Средней Азии. И с середины 8 века к меховой торговле подключается вообще вся остальная Восточная Европа, от Балтики до Урала. Это интересно, потому что мы знаем о шелках из Китая. И я неоднократно встречался с тезисом, что не то что во времена Средневековья, а еще во времена античности, во времена расцвета Древнего Рима, остальному миру было нечего предложить Китаю, существовал торговый дисбаланс. Что Китай поставлял за пределы своей территории разнообразнейшие товары, в первую очередь шелк, но и все прочее тоже. А получал, по сути, только золото и серебро, потому что другое, ничего было не нужно, они все делали сами. И это до 19 века сохранялось. Не вполне до 19 века, в 7 веке коконы тутового шелкопряда с живыми личинками были вывезены как раз по шелку. В 7 веке византийцы перехватили у китайцев секрет изготовления шелка и открыли второй плацдарм, второй производственный центр в Византии. Я скорее о том, что в 19 веке сложилось противостояние Китая и Англии, приведшее к опиуму войнам. Совершенно верно. За основе того, что Китай просто не хотел торговать за границей, продолжался торговый дисбаланс, не хотели закупать заграничные товары. Вы у нас покупаете, а мы у вас ничего покупать не будем. Зачем нам? Но в эпоху Сальмяковья, вообще в поздней древности в Сальмяковье, акты государственного протекционизма, ограничивающие естественный ход мировой торговли, все-таки еще были редкостью. И сюжет с началом производства шелка в Византии, конечно же, китайцам не понравился, но таким образом возникло два мега-центра. Шелк у нас еще возникнет в нашем сегодняшнем разговоре, поскольку шелк был базовым товаром, который Византия могла предложить. Шелк, который двигался обратно. Двигался обратно, да. Это вот проповедь в Византии, это как раз путь, по которому шелк шелк на север в Восточную Ропу. Так вот, драгоценные меха это категория номер два. Это очень высокомаржинальная категория. Мы знаем из источников 10 века, что, например, стоимость хорошей шкурки соболя была минимум 2 динара. Два динара это 8,5 грамм золота. То есть, если переводить это на наши нынешние деньги, это где-то, получается, 1060 рублей. Ну, конечно... 5700 сейчас грамм золота. А, значит, получается, у нас где-то 40 тысяч, 40 плюс, да? Вот. Конечно, меха столько не стоит. Так, а один динар, получается, был дороже франкского... Какие у них там были эти... Динарии. Динарии, да. Ну, золото в 11 раз дороже серебравый был в эпоху с... А, эти солиды во Франции были. Солид, счет на единицы. Золото не чеканилось в... Ну да, чисто не считали. Но счет шел на солид. Причем, королинский солид 1 в 1 с точностью до сотых грамма соответствует весу золотого исламского динара. Это... 4,25 граммов. 4,25 римский солид, а у франков он немножечко этот... Ризантийский, счетный франкский и весовой... Там он потом у них немножко подешевел и стал 3 грамма 18 сотых. Ну, это уже детали. Это было, да. Это было. В действительности... Я просто совсем недавно про это читал. Да, отлично. И цифры в голове отложились. Да. Значит, то есть маржинальность драгоценных мехов, она была весьма и весьма убедительна. Значит, и мы точно знаем, что мехами торговали, поскольку в меховом налоге исчислялись налоги, которые должны были платить под эти, значит, славянские и неславянские племена в будущей системе древнерусского налогообложения. Натуральный налог драгоценным мехам сохранялся на протяжении древнерусской истории. И основа как раз этого факта в том, что мех был, драгоценный мех, это категория номер 2. Категория номер 3, которая является третьей по значимости и очень важной для халифата, это франкские высококачественные мечи, о которых мы знаем уже с 9 века, поскольку, значит, начало их производства датируется караинским временем, первой половины 9 века. И уже во второй половине 9 века информация об этих мечах широко известна в халифате. У нас есть замечательный трактат такого философа и естествоиспытателя, значит, арабского Алькинди, называется книга о мечах и их разновидностях. И там есть отдельный пассаж про то, что лучшими мечами являются так называемые франкские мечи, которые ценятся наравне с лучшими мечами, производящимися в Йемене. В халифате исторически сложилось так, что йеменские мечи считались самыми топовыми качествами, но это до 9 века. А вот в 9 веке появились франкские мечи, по-арабски Ас-Суюф Аль-Фарандия, которые стали теснить на рынках халифата самые классные мечи. Значит, вообще мечи... За счет чего они начали теснить? За счет цены или качества? За счет уникальной схемы производства, которая обеспечивала наилучшее конкурентное соотношение цены и боевых качеств. Значит, мы знаем, что в халифате было несколько десятков видов мечей. Там прекрасно знали индийские, византийские, несколько территориальных разновидностей арабских и ирамских. Но вот про мечи франкские, которые так и назывались, франкские мечи, источники пишут, что а это мечи считаются лучше. И мы точно знаем, что их вывозили, поскольку находки франкских мечей, причем именно вот без перекрестья и навершия, которые вторичны по отношению к самому клинку. То есть просто клинки. Да, просто клинки. Массово производились в мастерских по Рейну, который дался границей между франками и саксами тогда. И по Рейну они же вывозились через такой торговый хаб, который до 860-х годов служил базовым хабом торговли между Каролинским королевством и викингами в Дорестаде. Вывозились они с Северным морем, потом Балтийским морем и через всю Восточную Ропу они путешествовали в Халифат. Поэтому мечи франкские, мечи, именно франкские мечи, мы хорошо знаем, как они выглядели, мы хорошо знаем, как они ковались, мы знаем их типологию, мы знаем их технологию, мы знаем, как их любили за их замечательную инкрустацию серебром, золотом, медью, о чем тоже написано в трактате Алькинди. Кстати, есть находки на восточных территориях, на арабских каролинских мечах. Совершенно верно. Я всех слушателей хочу побудить читать работы Сергея Юрьевича Кайнова, который является мечеведом по каролинским мечам номер один в нашей стране. Он все о них знает и когда-нибудь, я надеюсь, он здесь запишет свой рассказ о этих самых мечах. Так вот, находки каролинских мечей сопровождают все, без исключения, главные раскопанные еще, которые только будут раскопаны, центры вигинской активности на всех территориях, где викинги торговали. И, значит, они известны в Северной Европе повсеместно, в Восточной Европе повсеместно, и там, на тех территориях, которые стали ареной викингской экспансии на Дунае и вплоть до Урала, они есть. Поэтому карта викинских мечей, это как раз та самая, одна из тех самых карт, на которых мы видим распространение одновременно товара и предмета. Товара, потому что им торговали, а предмета, потому что, значит, викинги и сами активно ими пользовались. У каждого викинга, как пишут арабские авторы X века, при себе имеется меч, при себе имеется топор, при себе имеется кинжал. Ну, или там, короткий-короткий нож. И с этим, как пишут, они никогда не расстаются. Да, скромосакс. Парабский сиккин. Мы не знаем, сиккин и сиккин – нож. Ну, какой-то нож. Вообще, каролинских мечей больше четырех с половиной тысяч найдено на данный момент, да? Из них чуть ли не половина или больше на территории Скандинавии как раз. Ну, во-первых, там очень удачно продолжалось в это время июйчество, и людей хранили с богатым... Соответственно, снаряжением, вот. А во-вторых, у них прям существовал же натурально культ меча. Однозначно. Это была суперстатусная вещь, которую каждый уважающий себя воин, правильный пацан, да, должен был иметь, подобно тому, как дворяне носили шпаги в войне. Совершенно верно. Более того, меч, как базовый компонент вооружения, входил в систему обрядовой магии. Только два примера. Погребение с мечами, как пишет Сергей Юрьевич Каинов, это самое магически маркированное погребение в раннедревнерусских курганах магини. И второй пример. Есть замечательный источник 9 века, он называется «Анонимная записка» на арабском языке. Это небольшой отчет о структуре торговых путей и торговли в Восточном Казе второй половине 9 века. И там есть глава Рус, в которой написано, что когда у Руса рождается сын, первое, что Рус делает с этим сыном, он производит обряд, который, ну, по-русски можно назвать обряд мечевания. Он кладет ему в колыбельку модель меча. К сожалению, из источника не ясно, так сказать, деревянный или железный. Деревянные мечи находки их известны в викингских и древнерусских поселениях Восточной Европы. Кладется меч в колыбельку и произносится заклинание, которое в этом арабском источнике переведено примерно так. «Я кладу тебе с собой только меч и ничего кроме меча, потому что этого достаточно для того, чтобы ты сделал свою жизнь и добился всех целей и стал бы богатым человеком». Примерно такой посыл. И не приходится сомневаться в том, что это именно так, поскольку все, что мы знаем о статусе меча в культуре викингов и культуре Древней Руси, подтверждает эти слова. То есть три основных категории товара, получается, у нас, мы видим, это рабы, меха, мечи. Это не значит, что других не было. Другие были, но они были менее маржинальными. И все другие тоже носили сырьевой характер. Значит, на четвертом и пятом месте в источниках перечисляются обычно мед и воск. Воск – это штука, которая нужна для свечей. В южных культурах, культурах цивилизации, в Византии, в ислам, воск был импортным. Обычно все освещение делалось через жир, но воск тоже известен. То есть он в действительности являлся тоже одним из базовых товаров. И во всех списках товаров по хесерникове он у нас фигурирует. И мед и воск – это то, что с точки зрения природопользования связано только с лесными, лесостепными и ландшафтами, где в естественном виде образуются дикие рои пчел, которые откладывают свой мед в естественных условиях, так называемых бортих. Вот бортные угодья – это одна из категорий, которыми просто переполнены позднедревнерусскими источниками, поскольку у нас в древнерусской экономике вот этот компонент собирательский, то есть не земледелие и скотоводство, которые были безусловно, но собирательский компонент, он сохранялся на протяжении всего Средневекового и всего Нового времени. Поэтому вот везде, где эти самые дикие пчелы в естественном виде существуют и производят мед, везде возникает вот этот вот экономический компонент с медом и воском. И это не только, естественно, славянские поселения, более того, самой базовой территории по источникам, который у нас возникает 12-17 веков, с наибольшим количеством бортных угодий, являются территория Мордовии, например. То есть в позднее Средневековье большая часть воска и меда производилась там. Но для более раннего времени у нас просто нет конкретизации, и мы просто можем сказать, что везде, где имеется южная лесная зона и лесостепь, везде возникает вот этот вот медовый и восковой компонент. Мед очень важен для производства хмельных напитков эпохи Средневековья. Поэтому, значит, значение меда очень высоко. Более того, оно только этим, вот медовый компонент международной торговли, он как раз статусом медовухи и обеспечивается. То есть мед – это источник алкоголя, в первую очередь. Да, мед – это в первую очередь источник алкоголя. В первую очередь. Естественно, это не только источник алкоголя. Это еще и подсластитель, естественный. Единственный массово доступный подсластитель. То есть сахарные свеклы еще не производились в массовых масштабах. Фрукты не были доступны из-за того, что они растут только в естественном виде в более южных субтропических регионах. И мы знаем из X-XI веков, что южные сладкие фрукты были предметом импорта. Собственно, в Восточной Европе из сладких фруктов были доступны только яблоки, сливы и лесные ягоды. Естественно, в массовом масштабе они собирались, но предметом глобального торгового оборота они не были, поскольку… Ну, хранения, да. А мед совершенно несомненно… Мед, он не портится, да, и он не портится. Да, и можно храниться. Поэтому это оптимально. И сладость меда, да, она превышает сладость любого фрукта, поскольку в меду нету кислоты. Во фруктах, более-менее всех наших северных фруктах кислота доминирует над сладостью. Есть ли какие-то данные по поводу создания льняных тканей или, допустим, пеньковой верёвки в ранней средневековой Руси и экспорта? Потому что, скажем, в более поздние времена, времена уже великих географических открытий, экспорт пеньковой верёвки был через Псков и Смоленск на запад, был огромным источником прибыли, дохода русского государства. И вплоть до того, что мне попадались такие данные о том, что чуть ли не треть всего текелажа европейских флотов в те времена великих географических открытий были обеспечены за счёт русского льна. Вот насчёт раннего Сенекова, уже производился льня или это спекулятивно? Эпохи викингов льон фиксируется, безусловно, он есть, он есть и как предметы, с которыми изготавливают одежду и культура под выращивание, но из источников мы не видим широкого масштаба международной торговли льном. По-видимому, он был товаром локального уровня, не глобального, не магистрального международного, а локального. Именно поэтому его маржиналить была недостаточна. Ну и потом, смотрите, история говорит нам за то, что в каждый конкретный момент времени структура глобального спроса предложения, она определяется самыми высокомаржинальными товарами и она меняется, когда меняется глобальная конъюнктура. Это нормально. Для льна у нас просто на эпоху викингов таких прямых данных, что льном торговали массово, мы не имеем. Для более позднего времени не имеем. Так, соответственно, с номенклатурой товаров более-менее понятно. Вы отметили значение работорговли. Так вот, на связи с этим у меня уточняющий вопрос. А вот работорговля, она в общем вообще товарообороте Восточной Европы, Скандинавии, Руси, Византии, Арябского Востока, она насколько большое значение имела? То есть, это просто был один из выгодных товаров или это прямо что-то такое системообразующее? То есть, насколько значимой доля работорговли была и как она была организована? Да. Значит, значение работорговли объясняется тем, что преемственность международных экономических систем от античности до раннего Средневековья была. Мы знаем, что классический античный мир, вот мир Западной Азии, особенно римского времени, был основан на масштабном, абсолютно капиталистическом по своему складу использовании рабского труда. То есть, и рабовладение как основа античной экономики после трансформации античного мира через позднюю античность в Средневековый мир никуда не делось. Никуда не делось. То есть, нам говорят, что вот между классической античностью и рабовладельческим способом производства и так называемым феодализмом лежит грань, через которую общества должны пройти и вступить на путь, где эксплуатация земельных ресурсов будет покрывать задачи экономического роста, которые при рабовладении покрывались за счет рабского труда. В действительности мы видим и по источникам, и по археологии картину, другую картину, при которой поздний античный мир медленно прорастает внутрь будущего Средневекового, далеко не везде повсеместно феодального. И в этой схеме, в этой модели работорговля никуда не девается, более того, ее масштабы, судя по всему, увеличились по сравнению с античностью. Значит, поскольку в античности, как мы знаем из суммы, в первую очередь типографических источников работорговли, к третьему веку был достигнут баланс демографический между задачами производительности от земельных территорий и тем наличным объемом рабов, которые эти земли обрабатывали. Данные по Испании, данные по Галлии, то есть по самым таким большим территориям с капиталистическим рабовладельческим трудом. Да, я забыл сказать, что в современных терминах античное рабовладение не является системообразующим признаком цивилизации. Античная цивилизация была капиталистической по своему характеру. Причем эта идея восходит еще к 19 веку, сейчас она просто более широко принято. Да, говоришь, что капитализм напрямую вязан с индустриализацией. Классический современный капитализм, да, но так называемый архаический капитализм до 18 века, он фиксируется в немалом количестве обществ, начиная с эпохи средней бронзы и вплоть до позднего средневековья. Поэтому капитализм не противоречит ничему другому. В принципе, в Древнем Риме мануфактуры уже существовали. Да, Древний Рим был... Я был на верфи, я по производству оружия. Совершенно верно. Древний Рим по характеру экономики был капиталистической экономикой, как в земледельческом секторе, так и в ремесленном. Это потрясающий совершенно факт, который сейчас в зарубежной науке все более и более становится очевидным. У нас он пока не очень широко признан, потому что дискуссии о том, что такое, вообще как устроены разные экономики, эти дискуссии в отечественной исторической науке ведутся пока недостаточно, так сказать, интенсивно. Но, что я хочу сказать, возвращаясь к рабовладению. В поздней античности, когда был нарушен политический и территориальный баланс империи, и общества, которые возникли на базе остатков этой империи, это Византия в Восточном Средиземноморье, и исламский халифат на Крайнем Востоке, Средиземноморье, Аравия и все бывшие восточные провинции Римской империи, плюс присоединенные в 651 году территории Сасанитского Ирана, вот этот весь халифат находился в ситуации колоссального экономического роста. То есть, драйвером мировой экономики в эпоху так называемой поздней античности, то есть, переходу от классической античности к Средневековью, драйвером было три больших империи. Танцкий Китай, исламский халифат и Византия. И если в Танцком Китае рабовладение сохраняло ограниченный характер, оно было, но там не было гигантских масштабов работорговли, то в халифате Византии работорговля приняла колоссальный характер. Масштабы превысили то, что мы знаем из поздней античности, поскольку территориальное движение рабов было более интенсивно, чем в античности. И требовались для рынков сбыта рынки исходного поступления рабов. Такими рынками, такими большими макротерриториями стали территории Центральной Азии, откуда в халифат поступало большое количество рабов-тюрок, которые использовались главным образом в военном деле. И Центральная и Восточная Европа, откуда поступало большое количество рабов-славян, рабов и рабынь-славян настолько большое, что в западноевропейских языках слово латинское для обозначения значит раба было заимствовано от самоназвания славян. Это этимологический факт, который восходит к античному времени, ко времени, когда славяне только-только впервые появляются на мировой арене, это 5-6-7 века. И западноевропейский и вообще западноевразийский рынок работорговли, вот его западные центры по сумме источников это сплошь славянская работорговля. Почему так случилось, понять нетрудно. Поскольку в эпоху расселения славян с их прародины имелся колоссальный демографический взрыв, который был связан с тем, что исходно очень маленькая территориально-этническая единица, локализованная где-то в Полесье, за век-полтора-два территориально распространилась на территории с очень удобными условиями для земледелия. И демографический взрыв был обеспечен именно территориальным расширением. Так вот, демографический взрыв среди славян центральной и восточной Европы не утихал на протяжении всей раннеславянской эпохи. Поэтому количество рабов, которые сами же славяне давали на международном рынке, покрывало все его потребности. Почему так происходило, мы тоже знаем из источников, славяне торговали друг другом. То есть, грубо говоря, другом устроено... То есть, это одни славянские... Отец продавал детей. Отец продает детей. Значит, если возникали какие-то внутренние конфликты, а мы знаем, что славянские общества между собой воевали в Бутенате, то есть, мы это знаем с первого века нашей эры, когда появляются первые сведения об этом. Я сейчас немножко перебью, вот когда говорят, типа, а вот если Рюрик был скандинав, это плохо, а вот если он был славянин, это хорошо. Почему? Почему, если Рюрик был какой-то там дальний славянин из какого-то западного племени, которая с удовольствием бы поторговала новгородскими славянами? Наверное. Почему это было хорошо? Почему лучше, чем скандинав? Да, да. Если Рюрик вообще был легендарный фигурор, ну, был, не был, как бы... Не будет долго останавливаться. Это просто был или не был, это не имеет отношения к глобально-экономическим вопросам, потому что, ну, иррелевантно, да? То есть, вот мы, когда смотрим на специфику исторического процесса, то конкретные персоналии, ну, они не решают проблему. То есть, если в источниках сказано, а в источниках сказано, поскольку это, так сказать, у нас представление элиты Древней Руси о самой себе, что княжеская династия восходит к Рюрику. Более того, мы теперь знаем, что у него те летописные сообщения о нем, которые у нас имеются в летописной традиции, они подтвердаются археологически. Это вот буквально последние годы. Так вот, возвращаясь к работорговле, славяне оказались той самой удобной общностью, которая с легкостью включилась в международную работорговлю, поскольку они продавали сами себя. Об этом написано довольно много и удивляться не приходится, поскольку все архаические общества, вот досовременные общества, не ценили свободу, индивидуальную свободу, как абсолютную ценность. Для них это прослеживается, скажем, на Руси вплоть до 16 века. У нас просто есть данные об этом. Первые половины 16 века, Сигизмун, Гербенштейн и так далее. Для большей части средневековых обществ свобода была экономической категорией. То есть, если нужно было выручить за собственную свободу деньги, они шли на это. Тем более, значит, в эпоху раннего средневековья, когда избыток демографии, избыток детей порождал желание от некоторой части детей избавиться методом их продажи. И вообще это было для больших архаических обществ нормой. С представлением о морали, конечно, это не кажется. Я думаю, что сейчас значимая часть такой вот турбопатриотической аудитории, если она попала на наш ролик каким-то образом, просто не то, что отвалится и повыключает, но напишет супергневные комментарии, типа вы тут отбегаете какие-то тезисы вражеские. Вражеские тезисы в действительности восходят к показаниям авторов эпохи Семенниковья. Мы совершенно точно знаем, что... Как это же иностранцы, они стремятся оболгать это все неправильно. Ну, в таком случае они стремятся оболгать самих себя, потому что купли-продажи всегда две стороны. То есть, если рабов продают, значит, их кто-то покупает. И покупали их тоже будьте нати в действительности. У нас есть для, собственно, древнерусского времени целая проблематика. Это проблематика так называемого холопства. В древнерусском языке, во всех славянских языках, было слово для обозначения раба. Это слово холоп. По-прославянски оно звучало как халпа. Так вот, значит, это самое холопство прослеживается... Остало позвучить немножко как-то по-фински. Ну, немножко по-фински, но вот оно так и произносилось до начала IX века. Потом оно стало произноситься холп, которое в каких-то языках стало хлоп, в каких-то холоп, в каких-то хлоп. Поэтому в тех, где оно стало хлоп, их называем южнославянски, в тех, в которых оно стало холоп, мы называем их восточнославянскими, а в тех, в которых оно стало хлоп или хлопец, мы их называем западнославянцами. Если бы я был таким, как это называется, фолк-лингвистом, то я бы увидел связь между словом хлоп, холоп, хлопок и, соответственно, производством хлопка на плантациях. Ну вот с хлопком это не связано, а вот, скажем, со словом хлопец связано. Хлопец дословно это молодой раб, просто-напросто. Так вот, проблематика хлопства, это проблематика, которая в нашей историографии обсуждалась довольно интенсивно, поскольку вопрос о рабовладении в Древней Руси, которое было, напрямую связан с его квалификацией в рамках феодализма. Поэтому это был очень дискуссионный вопрос, и, так сказать, те историки, которые ратовали за то, что у нас был классический феодализм, земельная собственность и все такое, они должны были как-то объяснять, почему сосуществует полное холопство, причем оно фиксируется с начала древнерусской истории и доживает до Смуты, да, то есть оно доживает точно до Ивана Грозного, оно точно доживает до 17 века, и только в течение 17 века его изживают. Это так называемое кабальное холопство исчезает, оно заменяется полукрепостной, а потом и полной крепостной зависимостью. То есть, скажем, в 18-19 веке мы уже не имеем в источниках холопов, мы имеем в источниках крепостных. Но сам факт того, что вот это вот полное холопство существует от начала и до конца Сальниковья, генетически оно связано с тем самым классическим рабством, оно одновременно патриархальное, поскольку, значит, обращение в рабов внутри общины – это норма для всех архаических обществ во всем мире. Дальше в рабов обязательно обращают пленных, и дальше с ними обращаются как с товаром. Ну и, наконец, рынок рабов. Вот когда возникает рынок работорговли, мы можем сказать, что работорговля – это полная финальная фаза функционирования рабской силы как экономической реалии. И мы не должны удивляться этому факту, потому что не существует ни одного современного общества, которое бы не прошло через стадию рабовладения и работорговли. Просто какие-то из них проходят ее в менее заметных формах, какие-то в более заметных формах. Вся европейская история эпохи Нового Времени – это история галлопирующей работорговли. То есть, как бы, тут нет факта для удивления. Это, скорее, такое вот основание для того, чтобы учиться на прошлом и смотреть, как же, значит, вот разные формы несвободы, которых были многие разновидности, функциональные, формальные, территориальные, хронологические, как они взаимодействовали друг с другом. Более того, я не считаю, что мы полностью победили работорговлю и рабовладение. Да, сейчас исследования говорят о том, что у нас латентного рабства десятки разновидностей по всему миру. И оно еще растет в объеме. И оно растет в объеме. Количество нам еще и в процентном. Совершенно верно. То есть, ситуация, при которой принудительный, полупринудительный или даже добровольный труд в обмен на квант свободы возникает, мы ее видим во всех обществах. Мы ее видим в Западной Европе. В Западной Европе мы как бы не отрицали это мировые политики, но потоки людской силы, которые связаны с так называемыми миграционными волнами, кризисами и так далее, это теснейшим образом связано со степенями свободы. Мигранты никогда не полностью свободны во всех смыслах, так же, как, скажем, граждане соответствующих стран. То есть, это люди, которые не портят официальную статистику, высоких доходов и так далее. У нас есть скритые формы несвободы в современном мире. Самых грязных производств. Они никуда не делись. На самом деле, это факт, который для меня является весьма драматичным. То есть, я как историк должен его фиксировать, должен его как-то объяснять. И надо сказать, что размышления об этом меня всегда, естественно, печалят. Потому что я, как свободный человек, люблю свободу, и мы все должны ее любить. Но мы должны также видеть, что у нас сейчас ее много во всем мире. Так вот, обращаясь к эпохе Снеговья, мы видим ситуацию, при которой несвобода была нормой для целой серии социальных групп на Руси, в Европе и в цивилизациях Средневекового Юга. С рабством понятно, но опять же уточняющий вопрос. В чем была мотивация для самих славян продавать в рабство друг друга? Вот у меня такие мысли возникли. Насколько мы знаем, Восточная Европа была очень лесистой местностью. И хотя земли были на юге Восточной Европы довольно плодородные, там Черноземье и все такое, тем не менее, земледелие было за счет обилия лесов затруднено. То есть, требовалось подпальные операции, корчевание и всяческая прочая. Расчистка территорий для земледелия. То есть, это было довольно трудоемко. Но при этом, в принципе, мы знаем, что в Восточной Европе совершенно не было изобилия месторождения каких-то металлических руд. То есть, при тяжести требуемой работы существовал явный дефицит металлического инструмента для совершения этой работы. Вот тут у меня рождается мысль, не было ли это, возможно, взаимосвязано. То есть, то, что, чтобы хорошо питаться, надо было тяжело работать. Земледелие давалось тяжело. Но для этого был необходим инструмент, который сами за счет использования болотных руд и так далее произвести в достаточном количестве не могли, поэтому вынуждены были закупать. Единственным экспортным товаром, который могли с наибольшей рентабельностью предложить, это собственные родственники. Не могло ли вот это быть мотивацией? Или какая-то еще? Да, безусловно, такая реконструкция, она максимально правдоподобна. Мы знаем от византийских авторов конца VI и VII века, что славяне в разговорах с византийцами на Дунае жаловались, что у них железа-то нету, поэтому воевать они толком не могут. То есть, это прямо в источниках? Да, в источниках есть стратегикон псевдомаврикия, где об этом говорится. Есть группа византийских авторов ранних, Прокопики Сарийский, псевдомаврикия и Феофилак Симакатта, где передана прямая речь славян и их рассуждения о самих себе. То есть, мы можем взглянуть на них их собственными глазами, благодаря византийским источникам. И там один из лейтмотивов, что мы очень бедны, у нас нет железа, поэтому мы вынуждены расселяться широко и грабить вас, византийцев, поскольку вас есть что взять. А как они воевать не могли, а грабить могли? Масса. Во-первых, масса, а во-вторых, на дворе стояла поздняя античность с немалым количеством кочевников, которые как раз в эпоху Великого Переселения начали бурно переселяться в степную зону Восточной и Центральной Европы. Это гунны, авары, еще чуть позже венгры появились, еще чуть позже поченеги. Из среды вот этих самых кочевников многие славянские группы, судя по всему, получили политических лидеров, которые организовывали вот эти самые славянские набеги, как мне представляется, по совершенно характерной для кочевников модели рейдовых набегов. Вот взять массой... То есть избегая прямых столкновений военных, набегая на незащищенные территории. Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот эта рейдовая экономика, она станет типичной в эпоху викингов для самих викингов. Но для более раннего времени мы фиксируем у кочевников, причем у кочевников она всегда была и, так сказать, вот везде, где у нас есть кочевой образ жизни, у нас есть грабительские набеги на соседей. Причем дольше всего они сохранялись у казахов и у туркменов. Это мы говорим до эпохи викингов. Да, это до эпохи викингов. В эпоху викингов вот эта рейдовая модель, она была позаимствована викингами. Ну вот такой первый чувствительный контакт между викингами и настоящими кочевниками, кочевниками Хазари, датируется где-то середины 8 века. В эти же десятилетия возникает эпоха викингов как глобальное историческое явление. Так вот, военные набеги – это тоже экономическая модель. Война – это экономика. Значит, и, так сказать, наоборот, экономика может носить характер войны как латентной, так и явно артикулированной. И, значит, вот рейдовая экономика – это тот компонент, который возмещает недостающие ресурсы для внутреннего развития соответствующих обществ. Поэтому одновременно с развитием рейдовой экономики славян по Дунаве против Византийской империи мы видим проникновение в раннеславянскую культуру большого количества новых элементов, элементов античного происхождения, которые ее изнутри там сформировали. Поэтому к концу 7 века у нас уже раннеславянская тип культуры меняется на более продвинутый, который оказывается насыщен и железом, и, значит, инструментами земледелия. И вот с 8-9 века у нас характер всех славянских обществ центральной, южной и восточной Европы меняется. Они оказываются насыщены железом, появляются в большом количестве земледельческие орудия, появляются плужные ножи, лемехи, вот все те железные компоненты, значит, технологии пахоты, которые мы все так любим в археологическом материале. Если для 6-7 веков они редкость, то есть их нет как базового компонента раннеславянской культуры, то в 8-9 веке они есть, причем везде, где они есть, мы говорим, о, раннеславянские пахотные орудия отлично, замечательно. Вот по ним как раз и очерчивается карта расселения восточно-славянских, то есть, прошу прощения, славянских племен в Восточной Европе. Я стараюсь не смешивать слово восточные славяне и славяне-восточной Европы, поскольку восточные славяне – это лингвистическая штука, которая, как реальность, датируется более поздним временем, это классификация славянских… То есть, славяне, которые живут в Восточной Европе и восточно-европейские славяне… Да, это не одно и то же, это разные хронологии. Славяне Восточной Европы – это те племена, которые мы видим на археологической карте Восточной Европы 8-9-10 веков. А восточные славяне – это общее обозначение для русских, украинцев и белорусов. И это разная хронология, потому что три восточно-славянских народа возникли в позднее древнерусское время. На эпохе возникновения Древней Руси как большой многоплеменной политической единицы все славяне были еще единым народом, которые прекрасно осознавали свое единство и не противопоставлялись по большим территориальным группам. По маленьким – да, их было много десятков, они в источниках все известны. Но по большим – нет. Общий славянский язык сохранялся до 11-12 веков. То есть все славяне до возникновения различных славянских государств и на этапе возникновения славянских государств говорили на одном языке. Это замечательный фундаментальный факт, который в широкой публике недостаточно известен. Это очень важно. Поэтому мы не можем говорить «восточные славяне» для эпохи, когда все славяне еще были одним народом. Это и по лингвистике так, и по писемным источникам так, и по археологии так. Здесь очень важно именно все эти факторы вместе. То есть вырисовывается такая картина, как я это понял, в времена поздней античности и раннего Средневековья до древнерусских времен, до становления древнерусского государства, славяне, соответственно, занимались земледелием. Земледелие было достаточно тяжелое, не хватало инструментов, поэтому приходилось торговать, в том числе и потому, что это еще и выгодно, торговать славянам другими славянами, на вырученные средства покупать железо. Все, что надо. Все, что нужно. Из этого железа производить средства производства, возделывание земли и так далее. В том числе производить оружие, мечи, не мечи эти, копия топоры, мечи. Это я уж маху дал. Короче, копия топоры, да, и уже с этим оружием идти в набеги, добывать, чего еще не хватает. Да, да. То есть вот как-то вот так вырисовывается до древнерусской экономики. Все эти процессы шли одновременно. То есть это очень важно понимать, что когда мы говорим о том, что культура, экономика, общество развиваются, и обычно говорят, мы должны выделить какие-то ключевые факторы, базовые, ведущие, и дальше от них отталкиваясь, строить дальше логическую схему, а как дальше все шло. Это все одновременно происходит, причем происходит это все одновременно в три этапа. Вот когда мы говорим о том, что вот предыстория Славянской Восточной Европы, значит, это такая комплексная штука, мы должны обязательно исходить из того, что три этапа противопоставлены друг другу. Самый ранний этап, когда славяне еще представляют собой очень маленькое общество, на очень маленькой территории, по археологическим данным, это Средняя и Нижняя Припять, вот та самая Припять, которая с севера и с юга зажата большими массивами болот, и, в общем, особо там делать нечего, но общество там существует. Первый, второй, тридцать, четвертый век, памятники сейчас уже известны, в середине четвертого века формируется та самая раннеславянская археологическая модель, которая начинает экспансию на запад и на юг, благодаря тому, что в эпоху Великого Переселения открылись такие возможности. И вторая, полчетвертого, и до конца седьмого у нас период быстрой экспансии славян. Эта экспансия очень быстрая, век полтора, и мы видим те самые горшки, те самые землянки, те самые печки-каменки, которые мы видим на Припяти в четвертом-пятом веках, мы уже в конце пятого-шестого, мы их видим на территории современной ГДР, мы их видим на Балканах, мы их видим на Дунае, то есть очень быстрая экспансия на гигантскую территорию. При этом надо иметь в виду, что это был еще один народ, один язык, который сохранял все формальные, функциональные и существенные признаки единства последующие полтысячелетия. Вот именно в этой среде возникла потребность во встраивании в тогдашнюю мировую рыботорговлю, которую реализовали западноевропейские арены, византийские, и в эпоху викингов восточноевропейские и исламские. Вы знаете, даже какая параллель пришла на ум? Как во времена раннего Советского Союза при сталинской индустриализации для проведения этой индустриализации Советский Союз был вынужден вплоть до того, чтобы в ущерб себе, вплоть до голода продавать сельскохозяйственную продукцию для закупки импортных станков и средств производства, так и славяне в до древнерусскую эпоху были вынуждены продавать во многом рабов, потому что им больше нечего было предложить на мировом рынке. Да, получается так. То есть они за счет этого покупали средства производства. Таким образом мы даже объясняем и преодолеваем моральную дилемму, которая может немножечко как-то свербить у турбопатриотов, которые не понимают взаимосвязей, причин. Тут еще важный фактор, я об этом говорил, повторю, не устану повторять, демография. Когда у вас колоссальный демографический рост, просто колоссальный, это, значит, если его реконструировать в виде графика, то там будет экспоненциальный рост. По истории современного Китая нам знакома продажа собственных детей разного возраста в 20-м веке. Совершенно верно. Экспоненциальный рост. Вы можете избавиться от излишков демографической ситуации просто методом прямой продажи. Это именно то, что мы видим. И именно поэтому оказывается, что на протяжении вот этой вот поздней этичности и раннего Семьяковья славяне оказываются просто по количественному критерию самым массовым живым товаром. То есть, так, с экономической базой торговли, сложившейся до древнерского периода, мы разобрались. То есть, были уже предпосылки к формированию торговых детей по этим территориям в уже времена позднего раннего Семьяковья эпохи викингов, так называемой. И тут у меня, соответственно, следующий вопрос. Рабы и другие товары, источником которых были земли Древней Руси. Это понятно. А какова доля именно дани, собираемой русскими князьями, была в формировании номенклатуры и объемов экспортируемых товаров из территории ранней державы Рюриковича, то есть, прото-русского государства, времен становления древнерусской государства? Значит, мы имеем хорошие письменные следствия о структуре Дании для X-XI веков. Значит, то есть, средний и поздний этап эпохи викингов, когда древнерусское, раннее древнерусское государство уже было и функционировало. И мы видим два типа единиц, которые в источниках ассоциированы с данью. Значит, первый тип единиц – это меха, и второй тип единиц – это деньги, судя по всему, тогда в виде монетного серебра. Монетное серебро – это такая категория, одновременно экономическая и хорошо фиксирующаяся в археологических находках, которая имеет конечную дату и финальную дату. Мы можем сказать, что на территории всей Восточной Европы возникновение массового монетного обращения связано с викингской торговлей с халифатом. Поскольку во второй половине восьмого века у нас начинаются находки арабского серебра и продолжаются весь девятый, весь десятый, начало одиннадцатого, весь одиннадцатый продолжаются находки западного серебра, и только к началу двенадцатого они полностью кончаются. То есть эпоха викингов – это эпоха, которую мы можем датировать, все факты, которые мы можем датировать, благодаря монетным находкам. Так вот, экономика Дани, экономика раннего налога при возникающей государственной структуре строится на эксплуатации абсолютно всех, без исключения племен Восточной Европы, попавших в политическую зависимость от русов. Половина этих племен была не славянские, это были балтийские, прибалтийско-финские и волжско-финские племена. То есть вся территория Восточной Европы в эпоху сложения древнерусской государственности была разноэтничной, разноплеменной, разноязыковой. По моим максимально скромным подсчетам, в X веке в лесной зоне Восточной Европы говорили примерно на 30 языках. Примерно, плюс-минус. Тридцать. Тридцать, из которых только полтора были славянские, а все остальные нет. Остальные финно-угорские? Да, финно-угорские, балтийские. Хотя и тюркские, волжская, булгария. Волжская, булгария, тюркские. Но Волжская, булгария не входит в территорию державы Рюриковича. Она сохранила независимый характер. То есть на рубеже IX-X века она отделилась в Хазари и стала независимой. Но все, что не Хазари, все, что не Волжская, булгария, это все остальное Русь в смысле политической зависимости. И, значит, у нас есть свидетельство о том, что дань, которые накладывались, носили либо денежный характер, то есть требовалось серебро. Не обязательно монетное, но в обязательном порядке серебро. И к X веку серебро уже везде было, благодаря предшествующему этапу. Либо натуральная дань мехами. Натуральная дань мехами практиковалась в Хазарии, Волжской, Булгарии и на Руси для тех регионов, где мехов было больше, чем серебра. То есть это по Волжье, весь будущий русский север, волжско-финские группировки и так далее. То есть у нас, получается, экономика дань отражает фрагмент экономики мирового, вот этого вот глобального рынка через серебро и через мех. У нас в источниках нет прямых сведений о том, что брали дань людьми. Поскольку зачем брать дань людьми, если можно просто, так сказать, приплыть на ладьях в работорговый набег и просто забрать всех, кто заберется. Ну просто силовым методом. То, что называется силовое предпринимательство. Если у вас есть оружие... То есть такая практика тоже была, что просто забирали... Не только покупали рабов, да? Угоняли, да, угоняли. В том числе угоняли. Особенно в 9 веке, на раннем этапе, когда... Ранний этап эпохи Викинга, 2-й половина, 8-го и весь 9 век. Представители династии Рюриковича на подвластных территориях занимались этим? Видимо, уже нет, поскольку, значит, данническая и политическая зависимость предполагают, что все ваши подданные уже ваши данники. То есть мы вас защищаем, вы платите, да? Мы вот не продаем, потому что вы дань даете. 9-й век это догосударственная штука. Для 9-го века у нас прямые свидетельства арабской анонимной записки о том, что русы ходят войной на славян и угоняют их в рабство. Так и написано. На отличнейшем арабском языке все могут открыть и прочитать этот источник. Чем он хорош? Он, значит, процитирован 12 авторами 10-го, 12-го веков. То есть актуальность информации, которая, значит, датируется 9-м веком, косвенно подтверждается и более поздними источниками. Там так и написано, что русы воюют против славян для того, чтобы угнать их в рабство. Это 9-й век, догосударственная история, до формирования единой модели вот этой вот данической зависимости. Эта модель возникает в конце 9-го века при Юрике и с новой силой возникает при Ольге, которая после 945-го года или, может быть, чуть позже. Сейчас есть новый импульс к дискуссии о хронологии Игоря, Ольги и всех событий серии 10-го века, значит, там, от конца 40-х годов до конца 50-х, разброс дат. Но в любом случае, значит, периодов окнижения территории, вот в древнерусских источниках и в нашей историографии этот процесс носит название окнижение. Когда вы приходите на какую-то территорию и силовыми методами провозглашаете, что вы теперь нам платите дань, значит, это силовое предпринимательство. То есть сначала вы делаете нерегулярные грабительские набеги, а потом устанавливаете даническую зависимость такого типа, что можете прогнозировать доход серебром и мехом. Так вот, серебро и мех. Серебро, как серебро, это конечный интерес экономический, то есть это универсальный, ликвидный товар и деньги. Серебро стоит меньше всего места, да, а стоит больше всего. А меха это товар и деньги, то есть вы регулярным образом, при помощи окнижения подластных племен и регулярного сбора дани в рамках так называемых полюдий, мы тоже знаем их структуру из писемных источников уже, собственно, древнерусских, имеется такой тип натурального налога, как меха, который прямо после сбора идет дальше на международный рынок. То есть вы сразу методом сбора дани получаете продукт, который вы дальше везете в халифат и византию и продаете. Очень удобно. Более регулярно, более цивилизованно и прямая ступенька к экономической основе государственных отношений между русами и податными племенами. А вот так вот, допустим, представители администрации Ирюковичей, их дружинники, значит, проехали в полюдье, собрали дань, как князья или их дружинники сами везут на внешние рынки или они купцам перепродают? Как это? Это прекрасный вопрос, это замечательный вопрос, который нас просто окунает в самую сердцевину эпохи викингов, в ее модус. У эпохи викингов три модуса. И спецификой эпохи является то, что каждый человек должен реализовать все три, ну, не одновременно, но на протяжении жизни. Модус номер один, ты должен быть грабителем. Модус номер два, ты должен быть торговцем. Модус номер три, ты должен быть наемником. К ним одновременно добавляется еще четвертый модус, который не отменяет все три, но, значит, сочетается с ними. Это ты еще желательно должен быть ремесленником. А еще вот можно добавить защищать своих данников. Это, значит, защищать данников, это прямой путь к политике. К государству. К государству, да. Мы же знаем концепцию Тили, государство как стационарный бандит. То есть все равно в любом случае любое государство возникает из урегулированного бандитизма. Сейчас нам либералы лайков наставили. Да, это норма. И на раннем этапе возникновения государства, конечно же, оно проходит довольно быструю эволюцию от полного беспредела к формализованному беспределу. От формализованного беспредела к вполне себе прото-государственному отношению. Так вот, эпоха викингов – это когда ты за жизнь проходишь несколько ролей. Значит, это роль грабителя. Собственно, слово «викинг» в языках Восточной Европы так и осталось в таком значении. И образ эпохи, он связан вот с как раз этими неурегулированными, по исполненному жестокости викинскими рейдами. Значит, они начинаются… Ну, первый писем за свидетельственный рейд – это 793 год. Линдисфарн. Линдисфарн. А последний, ну, грубо говоря, конец 11 века. Ну, карлика. Да. Суровый. Хотя это уже не рейд, это уже… Это уже не рейд, это уже регулярная война, да, вполне себе сомневекового типа. Один феодал против другого. Но условно считается, что вот да. Второй модус – это торговля. И рейды с торговлей связаны очень тесно. Потому что сквозь всю эпоху викингов проходит одна и та же территориальная приуроченность рейдов и грабежей. Вы сначала кого-то грабите, а потом с ними торгуете. Или вы сначала с ними торгуете, а потом их же грабите. И это происходит на одних и тех же территориях. То есть можно товар закупить, но если человек не в состоянии свой товар защитить, зачем ему платить? Да, совершенно верно. Ну, буквально два примера из двух противоположных точек викинского мира. Это Дерестат, с которым викинги прекрасно торговали на раннем этапе эпохи викингов до 1860 года. В 1860 году они его сожгли навсегда. И он не восстанавливался. Почему так? Да. Второй, значит, пример, это Аран. Это территория, которая сейчас находится на территории Азербайджана. Тогда это была одна из провинций Халифата, которая называлась провинцией Аран или Кавказская Албания. Ее городом был город Бардаа, развальны которого сейчас существуют до сих пор. В районе 1943-1944 годов Аран, который до этого был одной из зон транзитной торговли русов, которые спускались по Волге в Каспийское море с Халифатом, то есть через Аран, через Южный Прикаспий, дальше шли сухопутные пути на Абагдад, которые русы посещали еще с середины IX века и позднее. Так вот, значит, в Аране, в городе Барда, русы совершили набег. Абсолютный викингский рейд, у нас есть о нем свидетельства из современных источников II-X века. Значит, разрушили, так сказать, всю городскую структуру, укрепились в цитадели, и все бы шло хорошо, если бы там не началась эпидемия, инфекции, и большая часть ограбивших этот город русов... Поели не спелых фрутов. Ну, да, там, значит, пишут, что большая часть умерла от болезни, а все, кто остались, ретировались на своих, значит, судах с Афинах обратно к себе туда. Если бы этот проект удался, то один из участков русского государства был бы в Закавказье. Да, вот это был бы, ну, Эмират, не Эмират, но это точно был бы, значит, какой-то отдаленный форпост, типа там, Мутаракане на Тамане, или там, вот тоже история конца X века, когда в состав русского государства мог быть включен сам Херсонес, да, то есть вот в Крыму, главный город Византии, значит, в Крыму. То есть в действительности территории, которые русы грабили, с которыми торговали, это одни и те же территории. Значит, модус торговли, это модус номер два, это самый важный модус с точки зрения того, какой импульс он дал викингским обществам для внутреннего развития. И третий модус эпохи викингов, это наемчество. Мы хорошо его прослеживаем для X, XI и даже для XII века, причем территории, на которых викинги, русы устраивались в наемнике, также полностью совпадают с территориями их торговых интересов. Два примера. Пример номер один – Византия. В Византии для XI века мы знаем, что русы были наемниками в личной гвардии византийских императоров. И для XI века мы имеем хороший кейс – это Дербент, поскольку эмир Дербента тогдашний просто запросил отряд русов в себе в наемники, и на протяжении XI века русы имели присутствие в Дербенте, то есть на территории, которая тогда была крайним северным пунктом халифата, а сейчас это часть Дагестана, реально древнейший город России, как бы на два с половиной века более ранний, чем Херсонес и так далее. Поэтому вот эти три модуса – это принципиально важный компонент. Они не существуют до в таком комплексе, не существуют после эпохи. При этом они не противопоставлены друг другу. То есть каждый человек, мы хорошо знаем это из исландской устной последствий письменной традиции, и про каждого уважающего себя героя сказано, что он на протяжении всей жизни был и тем, и тем, и тем, и тем. И только в финальной стадии жизни нужно было образумиться, остепениться и дальше стать либо фермером, либо местником, либо одновременно. То есть вот это три викинских модуса и два оседлых в сумме дают нам вот этот вот образ собирательный, очень сложный, очень реальный, очень естественный викинского образа жизни. И все эти модели, они для Восточной Рупы, для будущей Древней Руси и для сложившейся Древней Руси 10-го, 11-го, 12-го века актуальны. Вот получилось так довольно объемно. А соответственно следующий тогда очевидный вопрос, если зданию с территории Руси понятно, то каково значение было транзитной торговли? Вот мы поговорили о мечах, упомянули шелк как суперрентабельный товар. То есть именно транзитная торговля через земли Древней Руси, то есть путь из варяг в греки, путь из варяг в арабы и персы, вот эти вот термины, кстати надо уточнить, что это научные термины, хотя используясь лет мы знаем, да, путь из варяг в греки, то путь из варяг в арабы и персы это уже научный термин. Да, это конструктор. В эпоху викингов люди так не говорили. Как и не говорили, Киевская Русь или эпоха викингов тоже не говорили. Это историографические термины, просто упомянем. Да, но когда мы говорим о прошлом, мы же говорим такими вот констатациями. Для этих констатаций нам нужны какие-то термины крупные, которые будут означать крупные периоды, крупные события, крупные процессы. Для таких процессов мы вводим специальную терминологию эпохи викингов, там древнерусское государство. В синхронных источниках напрямую соответствующих слов нет. Но поскольку история наука, задача которой реконструировать прошлую реальность, максимально приближенно к тому, как она была на самом деле. И на самом деле это единственная задача историка, это рассказывать о том, что было в прошлом. Причем основываясь на всей сумме источников и опираясь на самые лучшие теоретические модели. Поэтому вот эпоха, путь и так далее, это все наше моделирование. Почему оно важно? Потому что мы описываем прошлое так, чтобы мы его сами поняли. Если мы будем описывать прошлое тупо цитатами из источников, то общая картина не сложится, потому что цитаты из источников все равно фрагменты. Они были фрагментами даже тогда, когда их фиксировали. Непрерывность исторического процесса – это то, что мы должны дать почувствовать слушателю, читателю, зрителю и так далее. То есть, как говорится, о терминах не спорят, а о терминах договаривают. О терминах договариваются. Позитивный аппарат для понимания сути. Мы всегда можем уточнить, улучшить, апдейтить, пропатчить. Вот задача историка – прогресс в этом смысле. То есть добиваться как можно более полного, лучшего, глубокого понимания. Так вот. Транзитная торговля. Транзитная торговля. Тоже термин не очень средневековый, прямо скажем. Значит, чем хороша транзитная торговля, которая разворачивается на территории между крупными центрами глобальной торговой сети? Тем, что если у вас есть территория, которая, грубо говоря, не развита, то прохождение через нее глобальных торговых маршрутов поднимает ее инфраструктурно. То есть возникают торговые точки, хабы, все компоненты инфраструктуры, которые нужны для поддержания этой системы. Временные стоянки, постоянные стоянки, городские, протогородские поселения, крупные города, рынки. Мы хорошо знаем, например, как выглядел населенный пункт, который носил характер постоянного места жительства русов в Волжской Бугарии. Потому что он был ключевым хабом на отрезке торгового пути между Средней Азией и Северной Европой, и Восточной Европой. Мы знаем это благодаря книге на арабском языке, которая называется «Книга Ахмада им. Фадлана». Она была написана в середине 920-х годов. Автор ее реально видел, как происходило летом 922 года торговля русов с булгарами на Волге в нескольких километрах от тогдашней ставки правителя Волжской Булгарии. Шибен Фадлан пишет, что на берегу Волги, он называет его тюркским словом «атил», то же самое слово, которое, скажем, современные башкиры называют «идел». Это связано со словом «этиль»? Да, это одно и то же слово. «Этиль» – это столица хазарского каганата, называлась Волга. То есть, мы называем эту реку Волгой, они называли ее «атил», значит, соответственно, город Волга на реке Волги. Это ровно та же модель, что город Москва на Москве. Да, довольно типичная история. Совершенно, да. Значит, и Ибн Фадлан пишет, что вот возникают русы, значит, высаживаются на берегу, у них там есть пристань, там есть слово, да, которое, значит, ну, значит, пристань. Пристань – это инфраструктурный компонент. Дальше пишет Ибн Фадлан, у них там есть дома из бревен, в которых они живут. Там, говорит дальше Ибн Фадлан, есть длинные дома, в которых они живут вместе со своим… Прям длинные дома в Волгой. Большие дома, да. Он пишет «большой дом», как это интерпретировать, не ясно, но «большой». Ну, мы знаем по археологии, что большие дома, значит, в скандинавской культуре – это обязательно длинные дома, вот то, что называется длинный дом. Значит, в котором, продолжает Ибн Фадлан, они живут вместе со всем, что привезли, со всеми своими рабами и рабынями. Значит, чтобы, значит, заселить всех рабов и рабынь в одно место, маленькой клетухой два на три не обойдешься, да. Значит, в длинных домах и жили, да, с картиной, с рабами. Ага, да, совершенно верно. Дальше, пишет Ибн Фадлан, у них там есть святилище, на которое они приходят для того, чтобы их торговля шла бойче. Значит, что мы видим? Пристань, поселение с каким-то количеством постоянных домов, святилище. Дальше Ибн Фадлан описывает процесс, который он видел сам, процесс погребения незадолго до этого умершего знатного руса, который он описывает в мельчайших деталях, благодаря чему мы знаем всю структуру вот этого вот обряда сожжения в ладье. Там много ярких моментов насилования. Совершенно верно. Читайте книгу Ибн Фадлана, чтобы понять, что происходило в 1920-е годы. Так вот, значит, получается, что у нас есть пристань, дома, святилище и могильник. Ибн Фадлан не пишет, что это город русов на Волге. Он так не пишет. Но ровно такая структура поселения у нас есть во всех крупных хабах, где русы селились долговременно. Это есть в Ладоге, это есть в Гнездово, это есть в Киеве, это есть Шестовица под Черниговом. В общем, таких мест в Восточной Европе уже несколько десятков. То есть это тот самый Борг, он же Гард. Он же, да, да, вполне, да, так сказать, Борг, крепость, Гард, любое укрепление. Более того, транзитных хабов, которые имеют меньший размер, но при этом имеют археологический эквивалент, ну просто сейчас уже больше двух десятков. И каждые несколько лет открываются новые, да, мы их сажаем на карту. Все они расположены в лесной зоне Восточной Европы. То есть это все лесная зона, это все бассейн Волхова. Вдоль рек. Вдоль рек. Вне рек их нет. Обязательно должна быть либо река, либо какое-то озеро, которое входит в речную систему, либо какой-то водоем, который связан с Волоками. Вот сейчас самая перспективная зона, где такие вот гарды 9-10 века обнаруживаются, это междуречья Верхней Волги, Верхней Западной Двины, Верхней Ловати и Верхней Великой. Вот зона, которая граница Юг-Псковской, Юг-Новгородской, Север Белоруссии, Запад Смайонской области. Вот там сейчас основная территория, откуда идет больше всего вот этих вот точек концентрации ранних находок, в том числе с монетами. Вот. И благодаря Фадлану мы точно знаем, как выглядел инфраструктурный компонент международной торговли, терминальная точка одного из маршрутов по Волге, дальше которой эстафету подхватывали купцы Волжско-Бугарские и Среднеазиатские. И в этом смысле у нас возникает два типа торговых коммуникаций со всей их обслуживающей инфраструктурой. Это магистральные пути, которые полностью оперируются русами от начала до конца. Например, нет ничего удивительного, например, в том, что вы начинаете свой путь, скажем, в Швеции, в Бирке, ну или в Ладоге, что, в общем, не сильно отличается. Дальше по высокой воде проходите всю Восточную Ропу до Волги, спускаетесь по Волге в Каспий, дальше по Каспию спускаетесь в Южный Прикаспий или в Кавказскую Албанию, Аран, и дальше караванами едете в Багдад, Рей, куда угодно за исламскими товарами, золотом, серебром, шелком и все такое. И обратно возвращаетесь. То есть год у вас уходит на полный цикл. Это, так сказать, максимальная протяженность. Но у нас еще есть второй тип торговли, это эстафетная, когда вы делаете только часть пути, а дальше подхватывают либо следующая эстафета, либо следующая торговая корпорация. У нас торговых корпораций на эпоху викингов известно немало. То есть помимо русов это еще были евреи. В Средней Азии это были сагдийцы, в более позднее время, уже в позднем Санякове аналогичную роль играли армяне. Еще в более позднее время индийцы. У нас 17, 18, 19 век индийцы оперировали торговлю Московией с Ираном, индийская диаспора в Астрахани и так далее. То есть быть членом торговой корпорации по этноязыковому признаку, это было тоже нормой. Так вот, система эстафетной торговли, она предполагала, что у вас есть естественное распределение ролей. И вот те торговые хабы, которые были встречей разных эстафет, они тоже играли колоссальную роль. И как торговые центры, и как городские центры, и как центры государственного процесса, политогенеза. Мы знаем по Восточной Европе, что крупнейшими такими хабами вне Древней Руси были Булгар, Волжской Булгарии, то есть будущая столица отдельного государства, которое просуществовало до Золотой Орды. Итиль, и соперничество русов с Итилем в конечном счете закончилось поражением Хазари от Святослава. Саркел на Дону, Керчь, который был одновременно зоной контакта Византии, Хазари и многочисленной международной еврейской диаспоры купцов-путешественников. Значит, естественно, Херсонес. То есть мы имеем целую сеть таких хабов, каждый из которых является очень важным местом и в древнерусской истории, и в истории тех государств, с которыми русы в эпоху викингов плотно контактировали. И, значит, возникновение, например, замечательного эксклава Руси на Тамане, которое называется Тьмутараканское княжество, или по-гречески Таматарха, Таматарха, Матраха, город, в котором жили греки, хазары, адыги, евреи, который был ключевым пунктом международной, в том числе, меховой рыботорговли в Черном море, в какой-то момент во второй, значит, первой половине XI века стал русским княжеством. Вот это Тьмутараканское княжество. Да, это Тамань, это территория Таманского полуострова. Оно было Рюриковичем подчинено? Да, оно было подчинено Рюриковичем, оно представляло собой владение князя Михаила Черниговского, а после его смерти в 1036 году, слушатели меня поправить, если я ошибся в дате, оно досталось в наследственное владение его сыновьям. И существовало оно вплоть до последней четверти XI века, как эксклав Рюриковичей за пределами основной территории Древней Руси. При этом, кроме, собственно, князя и его дружины, никаких других русов там не было. Город не говорил по-древнерусски. Город говорил по-гречески, по-адыгски, то есть, грубо говоря, любой... Они представляли административную... Да, это была правящая элита, собственно, города-государства, А основную территорию занимали... То есть, основную демографию мутараканского княжества составляли все местные, которые там жили до и после. В этом смысле очень важный факт заключается в том, что изначально по характеру своего возникновения и создания Древняя Русь была полиэтничной, поли многонациональной федеративно-конфедеративной структурой, в которой существование ее компонентов обеспечивалось политическим подчинением и только с течением весьма длительного времени выработался единый язык, язык древнерусской элиты. Вот тот самый славянский язык, который потом стал называться древнерусским и стал праязыком для всех восточных славян. То есть, это будущий украинский, будущий белорусский, будущие русские диалекты и так далее. На раннем этапе сложения Древней Руси ничего подобного не было. Языков были десятки, единым базовым языком для общения всех был славянский, а при этом русские элиты внутри себя вплоть до второй полной десятого века говорили на Древнесеверном. То есть, они были двуязычны в самом прямом смысле этого слова. Это было нормой. Вообще, в Средневековье многоязычие было нормой. Одноязычие – это завоевание нового времени национального государства. В эпоху Средневековья каждый, так сказать, практически каждый средневековый человек в той или иной форме владел многими языками. А для купеческих корпораций владение многими языками было обязательно необходимостью. То есть, просто жизненной необходимостью. Поэтому мы знаем, что, скажем, купцы могли изъясняться на, ну, до десятка языков. У нас есть просто прямые, так сказать, прямые указания на это. Вот был такой замечательный купец 15 века, сведения о котором дошли до нас в его собственном автобиографическом тексте Афанасий Тверетин. Афанасий Никитич Тверетин. Значит, он вполне изъяснялся по-персидски и по-тюркски. Мы просто знаем это из его текста, поскольку те слова и выражения, которые он записывал, свидетельствуют о том, что он сам их произносил и хорошо понимал, что это значит. Вот. И это не единичный случай. Норма заключается в том, что если вы, значит, принадлежите к многоязычному обществу, то вы говорите на многих языках. Вообще вот довольно интересно. Скажем, английская элита после нормандского завоевания довольно долго говорила... Исключительно по-нормандски. Исключительно по-нормандски. Более того, в 13-14 веке шла речь о вызывании английского языка. То есть мы могли вполне... Во времена Столетней войны продолжала английская элита общаться на французском. Большая часть языков Европы, которые не имели своей прочной писемности государственности, сохранилась случайно. То есть есть языки, которые просто не должны были... находились на волоске от финального языкового сдвига. Мы имеем чисто случайно выживание английского языка в среднеанглийский период. Мы чисто случайно... То есть, может быть, вся Британия могла сейчас говорить на французском? Да, конечно. Совершенно это. То есть она и должна была говорить на французском, если бы все шло, как оно должно было. Если бы шло, как шло. Да. Значит, на волоске от финального языкового сдвига находились такие языки, как литовский, латышский, эстонский. В пользу чего? В пользу, соответственно, польского и немецкого. Польского, русского и немецкого. То есть сами литовцы первой половины XIX века писали, что у них большие сомнения в том, что литовский вообще сохранится. Потому что элиты говорят по-польски, а простое население настолько русифицировано, что еще чуть-чуть, и это будет даже в деревьях будет говорить по-русски. То есть языковой сдвиг – это тоже история глобальная, он шел всегда. И именно поэтому, вот когда мы говорим о такой большой, длительном времени, мы говорим, что вот этот язык сохранился благодаря таким-то факторам. Факторы сохранения языков – это письменность, литература, политика. Если язык является государственным для какой-то политии, то он, скорее всего, сохранится. Если он является языком только народа и податного населения, то длительное существование языка элиты и языка простого населения обязательно придет к тому, что победит кто-то один из них. Причем в истории у нас есть как образцы того, что податное население теряет свой язык, так и обратные случаи. В Древней Руси нормой было то, что местные языки, практически все языки Восточной Европы, которые попали в границы русской политии, к XVI веку исчезли. То есть все языки, там 30 языков, на которых говорили в IX, X, X, XI веке, к XVI веку не сохранились. Но в истории большинства стран Европы языковой сдвиг зафиксирован в разной степени полноты. И поэтому, когда он происходит, есть, соответственно, фазы, то на каждом его этапе многоязычие – это реальность. Потому что вы, чтобы забыть родной язык, вы должны сначала выучить тот язык, на который вы переходите. И какое-то количество поколений, они будут существовать, обладая разными функциями. Вот такая история. В данном случае у нас получилось, что у нас славянизировались... Да, славянизировались... ...династия Руйкачеля, которых исходным языком, вероятнее всего, были скандинавские. Скандинавские. Их принятие имя славянского языка состоялось на раннем этапе эпохи викингов. На раннем и среднем этапе эпохи викингов они были полностью двуязычны. И для XI-XII веков, по-видимому, только славяноязычны. Хотя до середины XII века стабильные связи, династийные связи со Скандинавией указывают на то, что по Древнесеверному о нем продолжали говорить. Вот, скажем, новгородский князь Мстислав, который имел скандинавское имя Харальд, он, скорее всего, дома говорил со своей женой на Древнесведском. При том, что он... Это Мстислав, который сын... Мстислав Всеволодович. А, Мстислав Всеволодович. Который Мстислав Великий. Или не он? Я что-то путаю. Нет, Мстислав Всеволодович. Всеволодович, все понятно. Долгородский князь, который в середине XII века реализовал программу храмового строительства в Паволхове. В Ладоге и на Рюриком городе. Понятно. Собственно, затронули вы тему эстафетной торговли. И я об этом как раз хотел спросить. А вообще соотношение транзитной и эстафетной торговли, во-первых, каково? А во-вторых, как это было чисто технически организовано? В случае движения товаров, вот это торговцы, они прямо шли по пути из варяг в греки целиком и по волжскому торговому пути? Или они где-то меняли транспортные средства? Или же все-таки эстафетная торговля доминировала? И эстафетная торговля, как она была организована? Это товар довозился до каких-то участков и перепродавался или менялся? Или же, опять же, смена торгового транспортного средства и дальнейшее какое-то движение? Какие-то сухопутные участки? Вот о том, как это было физически организовано? Да, отличный вопрос. Значит, эстафетность предполагает, что есть точки в общей системе, где происходит какое-то изменение. Это изменение может быть связано с изменением транспорта, изменением агентов торговли, изменением характера обмена и так далее. Все эти компоненты фиксируются одновременно на разных участках. Значит, у нас есть, в первую очередь, естественные факторы. Связаны эти естественные факторы с тем, что для открытой глубокой воды и для маленьких рек Восточной Уропы, как считается, нужны разные суда. Но многократно реконструкторами морских и речных плавсредств показано, что по высокой воде, то есть по воде-половоде и по подъему воды в реках, когда они вскрываются от льда, можно и по морю и по высокой воде-рек добираться на одних и тех же судах. То есть вопрос о том, меняли ли они плавсредства, решен в пользу того, что могли не менять. Второй момент, он связан с тем, что есть участки волоков, где один бассейн не переходит в другой бассейн, а нужно какое-то количество километров перетащить по суше. Как это было организовано, тоже вполне изучено, поскольку волоки лодок существовали в Восточной Уропе до начала 20 века. То есть традиция волоков, она не менялась на протяжении Железного века, Средневековья и Нового времени. Поэтому как это было реально, мы тоже знаем, волоки могли быть при помощи бревен, то есть когда вы ставите судно, просто выносите на руках на последовательность бревен и потом просто на бревнах катите его километр, два, три. Есть хорошее описание того, как осуществлялись, например, волоки с бассейна Камы, Печоры на бассейн Аби в Приуралье. Там есть, был такой, значит, волоковый маршрут в Северном Приурале, где между истоком Верхней Лозивы и истоком одной из притоков Печоры, Уса, по-моему, или что-то в этом роде, нужно было протащить лодку по заболоченному торфу примерно три километра. Значит, и понятно, что когда у вас водоизмещение викингской лодине очень большое, то по высокой воде, в принципе, волоков между бассейном Балтики, Западной Двины, Днепра и Верхней Волги было много десятков. Часть из них, значит, уже более-менее известна и обследована, там есть викингские поселения, часть еще только будут открыты. Но вот именно волоковые компоненты инфраструктуры, это естественные участки, где, возможно, были стыки эстафет. Дальше стыки эстафет в любом случае есть тогда, когда фиксируется переход от плавсредства на сухопутную коммуникацию. Это имелось в Волжской Булгарии, которая была территориальным стыком Волжского бассейна и сухопутных путей напрямую в Хорезм. Как это было, хорошо известно из X века и очень хорошие записи XVIII-XIX веков, как шли эти караваны по Мангошлаку, по Устюрту, по полупустыням, солончакам и так далее, между рекой Урал-Яек и Мударевой. То есть эстафетная торговля обуславливалась в первую очередь естественными условиями, то есть речными бассейнами, переходами с речного транспорта на караваны и так далее. Во вторую очередь она обуславливалась уже существовавшими на тот момент торговыми сетями коммуникаций вокруг крупных городов того времени. Ну как крупных. Любой город Средней Азии и Восточной Европы по нынешним меркам был небольшим. Мегаполисами или как их можно назвать мегалополисами были только такие города, как Константинополь, Багдад, Бухара, безусловно, была мегаполисом того времени. Но к северу от этой линии крупных торговых и вообще городских поселений было не так много. Они были реально единичны. Поэтому уже существующие города были естественными пунктами, где вот эти эстафеты соединялись. И третий компонент инфраструктуры эстафет это собственно купеческие корпорации. Вот те самые акторы торговли, которые одновременно были физической силой, благодаря кому товары дальнемагистральные переходили из одного участка эстафеты в другой. Русы были, безусловно, актором. Бухарские харизмийские купцы были актором караванной торговли. Волжской Булгарии были актором торговли с приканием. Хазарские купцы из Итиля были актором торговли по всему Кавказу от Прикаспия, от Каспийского моря и провинции Халифата до Крыма. Ну и, конечно, византийские купцы. Куда же без них они тоже были. Короче, на каждом участке мировой торговли были свои агенты, которые это все осуществляли. Причем вот та модель, о которой я говорю, она не зависит от конкретной эпохи. Так было и до, и после. В 14 веке, например, базовыми акторами для черноморской торговли были генуэсты и венецианцы. То есть, еще более позднее время армяне, греки и так далее. Армянские, греческие диаспоры были в каждом городе, который входил в международную торговую систему. И это норма. Это норма, да. Когда у вас есть какой-то транзитный хаб, где сходятся пути и интересы, то там всегда возникает сложная этническая ситуация. То есть, в любом случае, полиэтническая, полинациональная. В любом случае, да. А по-другому это работать не будет. Потому что в древности и средневековье очень тесно коррелировали между собой принадлежность к конкретной торговой корпорации и конкретная этноязыковая и этноконфессиональная принадлежность. Вот мы говорим, что язык, этничность, политическая принадлежность, религия все независимы друг от друга. В конечном счете, да. Но для средневековья нормой была тесная корреляция. То есть, если ты, например, иудей, то ты в любом случае будешь входить в разветвленную сеть связей, связей, которые поддерживались торговой корпорацией иудеев от Марокко и Испании на западе до Египта, Эфиопии, Йемена, Ирана и даже Индии на востоке. И это было в позднюю античность, в исламское время, на протяжении всего средневековья. Это так и работало. Касается торговой, ремесленной и военной прослойки. В первую очередь торговой, военной в меньшей степени. В земледельческом кругу, наверное, была большая моноэтничность. Да, это совершенно верно. Вообще, в современной антропологии, я в данном случае хочу отослать зрителей к работам Андрея Владимировича Головнева, антрополога, выделяются так называемые магистральные общества. То есть общества, для которых территория – это не проблема. Для которых очень просто добраться из точки А в точку Б, и эти точки могут быть очень удаленными друг от друга. Русы были магистральным обществом. Любые купеческие корпорации по умолчанию представляют собой магистральные общества. А были так называемые локальные общества, которые были более-менее жестко привязаны к территории. Для локальных обществ характерны совершенно другие социальные, политические и адаптационные модели, чем для магистральных. Из писемных источников мы более-менее хорошо знаем и о тех и о других. Особенно хорошо знаем ситуации, при которых какое-либо магистральное общество начинало реализовывать одновременно и политическую программу. То же самое касается и локальных обществ, среди которых возникали государственные образования и дальше развивались. Далеко не по всем мы имеем полноту информации, но противопоставление магистральных стратегий мобильности и локальных, оно сохранялось. Так вот, магистральные стратегии мобильности, это как раз про раннюю Древнюю Русь. Она вся была построена на связывании воедино, в единую систему того, что в предшествующее время было фрагментировано и представляло собой мозаику локальных обществ. Чуть отодвинемся на тему эстафетной торговли и волоков. Волоки, они обычно организовывались самими командами кораблей, или это могли быть какие-то инфраструктурные участки, обслуживаемые местными за какую-то плату? Судя по всему, было и так, и так. Тут еще один момент заключается в том, что взаимопроницаемость между мобильными магистральными группами и локальными группами, она работала в обе стороны. То есть, как это работает? Это значит, что, скажем, если вы торгово-купеческая дружина, или там торгово-военная дружина, в основном русов, то есть моноэтничная, моноязыковая, и только в ситуации необходимого контакта с местными переходите на славянскую речь, это не значит, что вы не можете рекрутировать к себе талантливых славян прямо в дружину. И совершенно несомненно, особенно по археологическим материалам 2,5-10-11 веков, у нас есть дружинные могильники, дружинные некрополи, где славянские, ну, как бы интерпретируемые, как славянские культурные маркеры вещи есть в погребениях вполне себе русских, то есть скандинавских полупроисхождений. У нас есть фиксация того, что в вот эти русские дружины попадали кочевники, в первую очередь венгры, во вторую очередь, возможно, хазары и булгары. Совершенно несомненно, все народы, все племена Восточной Европы, представители которых хотели стать викингами, становились викингами. То есть это не было жесткой преграды. И то же самое, если ты, скажем, представитель какого-то мобильного отряда, но по какой-то причине желал осесть, обзавестись фермой, усадьбой, каким-то городком, ничто, в принципе, не препятствовало. У нас вся инфраструктура ранней эпохи викингов, в девятом веке в лесной зоне Восточной Европы, судя по всему, функционировала, в том числе при помощи каких-то русов, которые оседали на определенных точках вот в этой сетке маршрутов для постоянного обитания. В источнике девятого века арабская анонимная записка так и написано, что у русов много укрепленных городков, в которых они живут сами. Это предполагает, что они живут там постоянно. Это не обязательно большие коллективы, это может быть несколько десятков человек, достаточно несколько десятков вооруженных человек, и полное жизнеобеспечение за счет местных ресурсов и натуральных податей будет обеспечено. Поэтому, значит, вот, как локальный компонент, так и магистральный компонент в обе стороны работали, и прям жесткой преграды, чтобы отдельным представителям локальных обществ поступать в дружины или отдельным дружинникам становиться, значит, оседлыми землевладельцами на постоянной основе, вот не было. Для более позднего времени у нас даже есть прямые подтверждения этому. в Новгородской земле в XII веке как минимум один землевладелец, его звали Асгут, он упомянут как землевладелец в одной из новгородских бристиных грамот. Это германское имя, древнесеверное. Это какое имя, еще раз? 12. И он носит скандинавское имя, он новгородский землевладелец, где-то в деревской Петине. Отлично, замечательно, супер. Это не единичный случай. Это показывает, что система так работала, что вы могли осесть, локализоваться, стать землевладельцем и осуществлять локальный характер жизнедеобеспечения без каких-либо препятствий. Еще о технике движения по торговым маршрутам с водными средствами передвижения понятно. А как насчет передвижения по рекам зимой, по льду? Это же теоретически довольно удобно. Это не просто теоретически удобно. Мы имеем прямые подтверждения, скажем, из книжки Сигизмунда Герберштейна. Он дважды был в Москве. Это прекрасный источник, очень полный. Это какой век? Это 16 век. Это 16 век. Но вот с точки зрения внутренних коммуникаций, 16 век, это та же эпоха, это эпоха Средневековья позднего. И передвижение между разными участками Московского Великого Княжества осуществлялось зимой ровно такими же способами, как и в эпоху викингов, и в ранней Древней Руси. Зимой санный транспорт был исключительно важен. Находки полозьев саней и отдельных элементов деревянных саней в Новгороде датируются 11, 12, 17, 14, 15 веками. Там есть прямые... Ну, то есть теми дорогами, по которым на этих санях ездили, были именно реки. Были замерзшие реки, да. Более того, это очень удобно, поскольку именно... Ну, то есть замерзшая река, это прямой санный путь, санный, да, путь. Значит, и система вот этих вот транспортных коммуникаций полностью определяется речной сетью. Более того, схема речных сетей полностью определяет границы возникавших княжеств и, скажем, народоправств и республик. Если брать, скажем, карту в динамике, вот карту территории отдельных княжеств уже в более позднее время так называемого феодального периода и в более позднее время централизации русского государства, то границы княжеств определяются водоразделами, притоками и так далее. То есть там взаимно однозначное соответствие между территориальной, коммуникационной, политической и речной границей. Да, интересно. И, соответственно, тут у меня сразу заготовлен вопрос, который максимально в тему. Как мы знаем, естественно, что основными торговыми маршрутами по территории Древней Руси были это Волжский с выходом в Каспийский регион и дальше в Арабский, Восточный мир, Персия и так далее. И Путизверяга в Греки, Днепровский маршрут с выходом в Черное море и Византийский регион. Все они смыкались в районе Ладоги с выходом в Балтийское море и Циркум Балтийский регион с доступом в Северную Европу и Франкское государство. И какой из этих двух маршрутов для древнерусского, протодревнерусского государства был приоритетнее? Каспийский или Черноморский? Да. Это прекрасный вопрос, который дебатируется историками на протяжении последних двух веков. Значит, сейчас мы имеем полную картину функционирования разных речных систем в Восточной Европе в разное время благодаря монетным находкам. Что нам очерчивают монетные находки? Значит, монетные находки нам, вот именно по хивикингу, они нам показывают, что все пути торговых коммуникаций строились по одной схеме. Надо было попасть из бассейна Балтийского моря в бассейн любого из двух южных морей, Каспийского или Черного. Значит, чтобы попасть в Каспийское море, вам каким-то образом нужно преодолеть систему волоков между Балтийским бассейном и Волжским бассейном. Это так географы называют это границей северной и южной покатости восточноевропейской равнины. Значит, базовым оператором обоих морей для 8-10 веков была Хазария. Соответственно, чтобы миновать, миновать Хазарию не удавалось. И на раннем викингском этапе Хазария была главным контрагентом русов в торговых операциях с югом. Через Каспий. Через Каспий и через Дон. Потому что самый ранний канал коммуникаций с югом это не Волга, а Дон. На Дону и на верхних притоках Дона и на примыкающих к Донскому бассейну притоках Волги сосредоточена большая часть ранних кладов Восточной Уропы. Более того, бассейн рек Верхней Волги был участком Восточной Уропы, который было не миновать при пути из Балтики на Дон, потому что у Дона и у Балтики нет общей бассейновой границы. Она проходит еще через две, через западную длину и Волгу. Значит, соответственно, ранний клады нам документируют, что главным контрагентом на раннем викингском этапе была Хазария. В Хазарию можно было попасть по Дону и по Волге. Значит, для IX века у нас нет никаких независимых подтверждений того, что Волга в течение IX века оперировалась так же активно, как в X. Потому что ниже средней оки и ниже средней клязьмы находок восточных монет IX века у нас нет. То есть в X активнее, чем в IX? В X гигантское количество, в IX нет. Почему так было? Ну, как бы, надо думать. То есть, возможно, разные объяснения, но для самой ранней фазы самый базовый пункт коммуникации это пункт коммуникации на Верхний Дон, на бассейн Дона. Именно на Верхнем Дону и притоках Дона возникают те поселения Хазарского Каганата, через которые шли первые фазы торговли русов с югом. Это II, VIII, IX века. Значит, второй по значимости и второй исторической рекой, которая русами была освоена как путь на юг, был Днепр. Значит, в бассейне Верхнего Днепра и в бассейне Западной Двины, который является границей между Балтийским бассейном и бассейном Днепра, тоже есть несколько десятков вкладов IX века, которые датируют, значит, начало пути по Днепру не позднее второй половины. То есть Днепр был освоен либо тогда же, либо чуть позже. Но по Днепру вы попадаете в Черное море и торговля с Византией для IX века у нас не фиксируется археологически. То есть она была, но она была не такой массовой, как в X. Ну и, наконец, исторически получается, что путь на Волгу хронологически третий. Связан путь на Волгу, активизация пути на Волгу связана с двумя базовыми политическими событиями, локализующимися вне Руси. Первое событие – это экономическое обособление Среднеазиатского эмирата саммонидов от халифата. Которые с 895 года стали... 892-го по документам, но с 895 года в реальности. Начали чеканить свою серебряную монету независимо от центральных властей халифата и торговать на эту серебряную монету с Волжской Булгарией, которая как раз в эти же годы, и благодаря суде по всему этим же событиям, вышла из состава хазари и стала проводить самостоятельную экономическую политику. И наступает так называемая вторая фаза, или булгарская фаза. Если первая фаза хазарская, то вторая фаза булгарская. Торговля русов с востоком – это весь X век. И весь X век у нас фиксируется доминирование Волги в торговле русов с востоком. Монеты среднеазиатского государства саммонидов на рубеже IX-X века быстро заменяют всю более раннюю массу денежного серебра и для X века полностью доминируют. В кладах I-X века монеты Средней Азии составляют 90-96% всего всей массы. Все остальные монеты оказываются жалкой примесью. Значит, X век – это тотальное господство Волжского пути и Волжской Булгарии как главного контрагента русов на восточном направлении, на том участке системы путей между Балтикой, Восточной Европой и Средней Азией, которую контролировали с азиатской стороны бухарские и харизмийские купцы, а с восточной европейской – булгарские. Одновременно с этим с возникновением Киева как русского политического центра на рубеже IX-X веков резко возрастает… Сейчас, чтобы не начали в комментариях поправлять, понятно, что Киев как поселение существовал раньше IX веков, а с V веков. Там есть поселение IX-X веков, там есть с рубежа IX-X веков Киев, как политический и довольно быстро экономический инфраструктурный центр русов, взял на себя роль хаба в торговле русов с Византией. Наличие Киева в составе политеи Рюриковичей сделало Византию вторым мощным после Волжской Булгарии контрагентом, и именно для X века у нас есть хорошие письменные и особенно археологические средства возрастания роли Византии в торговле русов по Днепровскому пути. Вот именно этот путь Балтика-Днепр-Черное море и стал под пером летописца начала XII века называться «Путем из варяг в реки». Это был не единственный путь, но вот именно этот путь получил собственно летописное название, то есть он был отрефлексирован, концептуализирован, поэтому он стал такой базовой метафорой возникновения русской экономики на международных путях. Опять же, он был не самый ранний, не единственный. Самый ранний до, значит, второй по значению Днепр с Крымом и Хазарией, третий по значению, но самый важный в X веке Волга, и Днепр с Византией, через Киев это X век и позднее. А почему начинает доминировать Византия, если арабский халифат, как экономический партнер, как рынок сбыта, как более экономически развитое, богатое образование, казалось бы, должен быть в приоритете? Да, это отличный вопрос. Даже Багдад, он по площади был в три раза больше Константинополя. Да, это отличный вопрос, но опять же, ответ на него лежит в плоскости внешней по отношению к Руси. Дело в том, что халифат, как единое политическое целое, как единая экономика, существует только до 945 года. В 945 году он прекращает существование, поскольку Багдад завоеван новым войском династии Буидов по происхождению из Южного Прикаспия. И в 945 году эмир Адут Аддаула, который один из, тогдашний глава династии Буахидов, ослепляет халиф Аль-Мустакфи в Багдаде, провозглашает себя султаном, халифат от Египта до Восточного Урана прекращает существовать. Вся Средняя Азия уже давно находится отдельно от халифата, это эмират саммонидов. Иран, Ирак остаются отдельным государством Буахидов. Сирия становится эмиратом хамдонидов, Египет становится эмиратом их шедидов. Дефрагментация халифата очень быстро привела к экономическому кризису. Мы это видим по нумизматике, мы это видим отрефлексировано в источниках конца 10 века. Автор конца 10 века, Танухи, пишет, что при его дедах такого не было, что было нормально жить. А сейчас у нас раньше было лучше. Раньше было лучше. И население уменьшилось, и жить стало беднее, и количество бань было больше. А сейчас вот вообще. То есть халифат за несколько десятилетий очень быстро деградировал в культурном, политическом и экономическом смысле. А в нумизматике это отражено в порче монеты? Да, в порче монеты. То есть серебро становится менее чистым? За десятилетия, прошедшие с момента финальных лет единого аббасидского халифата, то есть вот 945-й до середины 950-х годов, проба монеты за 10 лет упала сразу на 30%. А изначально она какова была? Изначально она была очень высокая. Норма вообще 960-990-е. Ничего себе. То есть почти чистое серебро. Чистое серебро, да. По аббасидской серебро очень чистое. А вот то, что наступило потом... Насколько оно загрязнено? Значит, то, что наступило потом, это, конечно, слезы. Во второй половине 950-х годов нигде в бывшем халифате серебро не достигало даже 750-й. В государстве саммонидов оно резко упало уже во второй половине 950-х. В государстве бувахидов оно упало не так резко, но заметно. Поэтому, скажем, бувахидские монеты в принципе лучше, чем среднеазиатские. То есть иранские, иракские лучше, чем среднеазиатские второй половине 10-го века. Но все равно упало. Значит, а к концу 10-го века оно настолько сильно упало, что даже местные перестали его поднимать. Чиканка на рубеже 9-10-го века в большинстве, серебряная хорошая чиканка, в большинстве Исламских Эмиратов либо прекратилась, либо упала до до таких масштабов, при которых уже нельзя было участвовать в международном торговле. То есть их монеты уже никто не хотел взять. Да, с начала 11-го века исламская монета исчезает из викинского обращения. То есть ни одной монеты чиканиной после 1015-го года нет вообще. Есть монеты арабской Испании, которые еще туда-сюда приемлемы. Но и они тоже где-то там... То есть если до этого арабское серебро это основное средство международной торговли, даже в Европе, да? То после... С начала 11-го века оно исчезает, полностью вымывается. В чем они вымываются? То потом они... В два этапа. Скандинавия перестала принимать плохое исламское серебро уже в 950-х годах. Поэтому, скажем, монет 902-й, полнодесятого века в Скандинавии с пониженной пробой, которая чиканилась в Халифате, их просто нет в кладах. В кладах повышается роль европейского серебра, которое с 960-х годов начинает разрабатываться в Германии. А в 11-м веке полностью доминирует европейская монета. В Восточной Европе порог толерантности к падению пробы был ниже, поэтому у нас много кладов 2-й, полнодесятого века. Там пробы от 600-й, 750-й, но ниже 600-й тоже уже нет. 600-я проба серебра это серое серебро, оно некрасивое. Вы берете в руку эту монету, вы понимаете, что она не белая, что это не чистое серебро, но это серебро. И в кладах оно есть. А вот когда проба упала до 400-й и 300-й... Ну это уж вообще. Да, это не просто вообще, эта монета чернеет за 3 месяца. То есть она из монетного дара выходит беленькой, дальше она быстро чернеет и она уже не выглядит как серебро. Таких монет в Восточной Европе уже тоже нет, потому что, ну это совсем никуда не годится. Поэтому мы можем проследить как бы динамику экономического кризиса там по падению пробы, которая отразилась у нас, которая отразилась в Скандинавии. И таким образом, вторая половина 10-го века это кризис, жесткий кризис значит, между Скандинавией, Русью и Востоком, который привел к тому, что с начала 11-го века формы торговли Руси с Востоком переместились из сферы серебра в какую-то другую сферу, которая не обеспечена массовым материалом. То есть там либо весовое серебро, либо весовое золото, либо ткани, но то, что не оставляет археологических следов. Поэтому, скажем, активная фаза русско-восточной торговли в самом начале 11-го века завершается. Но одновременно с этим у нас во второй половине 10-го века объемы чеканки хорошего серебра в Византии увеличиваются. То есть, чтобы компенсировать падение оборотов с Востоком начинается усиление оборотов с Византии. Оно начинается год в год, десятилетие в десятилетие. Я не знаю, случайность это или нет. Я, как бы, чтобы сказать, что в истории что-то не случайно, нужно в источнике найти прямое указание. это не совпадение, да? Возможно. Это, ну, то есть, если это совпадение, то это, если это не, если это чистое совпадение, вот это 940-950-е пробы, переориентация с плохого восточного серебра на хорошей византийской, то я не знаю, что это, кроме чем, кроме как хорошая корреляция. Роль византийской монеты, византийского шелка в оборотах с Восточной Уропы резко возрастает с правления княгини Ольги, неважно, когда она началась, там, в 45-м году, там, в 57-м, в 47-м. Вторая половина 40-х, в первую половину 50-х годов это резкий, резкий, ощутимый, да, поворот вектора на Византию. И вторая половина 10-го века опора на византийский вектор, нежели на Восток. Скорее всего, с этим связано усиление военной напряженности на восточном направлении, поскольку имел место вот этот эпизод с попыткой организовать Русский Эмират за Кавказье, дальше имел место эпизод с завоеванием Хазарии, поскольку Хазария, естественно, не могла остаться в стороне вот экономического кризиса на Востоке, она была тесно связана с характером обращения между товарного и монетного обращения между Восточной Европой и Средней Азией, поэтому экономические проблемы халифата и политические проблемы халифата в течение пары-тройки-десят летий поставили крест на Хазарии как независимому государству, экономике и вообще обществе. А вот с Византией все было, наоборот, отлично. Прием Ольгой христианства в Константинополе сразу поставил ее на ступеньку выше с точки зрения политической культуры Византии. С ней стало можно иметь дело. Она превратилась из варварской архантессы в архантессу-христианку. Дальше за два поколения ее получается внук Владимир пришел к мысли о том, что принятие христианства это важный политический, экономический и культурный шаг, который должен быть сделан. Несмотря на то, что сын Ольги Святослав был активным язычником, то есть он сопротивлялся христианизации как мог, он был таким идеологическим язычником, заряженным. Но его сын Владимир тоже был естественно язычником, но принятие христианства резко усилило уровень политического и экономического взаимодействия с византией. То есть для него экономическая мотивация была полезной. безусловно. Нет, вообще христианизация это в эпоху Средневековья, когда политика, экономика, культура это вот тесная связка, мы не можем выделить какой-то важный, базовый, значит, единственный критерий. Критериев всегда пучок. И естественно в случае с Владимиром, который мы знаем, что он язычник, потому что за два года до христианства он пытался провести реформировать язычество. Поэтому значит у него совершенно несомненно была задача инкорпорировать религию в политику. Инкорпорация язычества значит удалась, но результатом он был недоволен, поэтому он инкорпорировал христианство. Христианизация Руси это экономический, политический, культурный жест одинаково в одной мере. И это сработало. Это сработало, поскольку значит естественно вести торговлю с Византией, если ты языческая полития, если ты христианская полития, это несравнимо проще. Более того, установились в династии Рюриковича благодаря вот этому факту, благодаря этому политическому жесту установились прочные династийные связи с Византией на протяжении последующих веков, которые поддерживались с обеих сторон, и эти связи носили очень важный характер символический, политический, экономический, все как бы пучковый характер они носили. Поэтому цивилизационный поворот конца 980-х годов это очень важно. Экономическая подоплевка там совершенно несомненна, поскольку она укрепила вот этот византийский вектор экономика Руси, поддержала его в эпоху, когда восточный вектор деградировал. А можно сказать, что реформа язычества Владимира отчасти закрыла внутренние потребности, но не закрыла потребности внешнеполитические и торговые, поэтому потребовалось все-таки принятие христианства? Да, такая реконструкция вполне допустима, и она высказывалась в отечественной литературе весьма авторитетами авториями. К серебру немножко вернемся. Серебро использовалось для последующей переплавки, поделок, создания весового серебра типа гривен, драслетов или ювелирных изделий на территории Руси, Скандинавии? Несомненно, поскольку у нас есть клады. Значит, серебро в эпоху викингов было универсальными деньгами. Причем в любом виде, в любом виде. Значит, по кладам у нас выделяются такие категории. Целые монеты серебряные, ломаные монеты серебряные, ломанные в мелкую крошку монеты серебряные, серебряные вещи, ломанные серебряные вещи, ломанные в крошку серебряные вещи, серебряные слитки, ломанные серебряные слитки, рубленные серебряные. То есть, творили серебром, что хотели? Все, что угодно. Значит, конкретные проценты сочетания этих категорий в кладах зависят от хронологии. На раннем этапе эпохи викингов предпочитали целые монеты и резанные в правильные пропорции. Половинки, четвертые. Во второй половине 10 века предпочитали лом. То есть у нас есть клады, которые состоят из лома на 100%. То есть то, что это серебро, это было значимее, чем его форма. Да, весовое серебро. Наконец у нас есть клады, где целые монеты, ломаные монеты и серебряные шмотки. Ну и наконец у нас есть клады 10 века, где лом вообще всего без разбора. То есть 11 там лом вещей, целые вещи, фрагменты, лом восточных, лом западных, безотносительно. Что это такое? Это экономика так называемого весового серебра. Когда важно не то, в каком виде, а важно сколько оно весит. И не случайно у нас есть полная корреляция находок фрагментированного весового серебра в кладах с находками весов и гирек для взвешивания этого серебра. Каждый уважающий себя рус с последней четверти 9 века имел не только вооружение и пояс, и монеты в кошеле, но и весы, которыми он мог поверять весовые единицы серебра для повседневных... Сейчас про пояс отмечу. Наборный пояс восточного типа, правильно? Наборный пояс восточного типа, совершенно верно. С большим количеством накладок, часто серебряных. Хвостовиков так называемых, подвесок. На этот пояс подвешивалось очень много всего важного. Пояс важная штука, на него можно было и нужно было все навесить. Так вот, весы и наборы гирек, при помощи которых можно было отвесить любую единицу, любое весовое серебро и измерить его вес. Значит, поэтому серебро весовое это база для денежного обращения. Денежное обращение эпохи викингов это обращение серебряного веса. В чем он был выражен, в конечном счете не важно. Ну, наверное, какие-то изделия стоили дороже, чем чистое серебро за счет эстетической составляющей, ремесленной. Тут такой момент. Скорее всего, в эпоху викингов в стоимость серебряного изделия работа не включалась. Почему мы это знаем? Вообще, даже в случае сложных вещей? Да, даже в случае сложных вещей. Значит, это связано с тем, что вообще труд, да, как таковой, оценка труда в денежном эквиваленте, это завоевание нового времени. Так называемая заработная плата. Вот то, что Маркс считал основой ценообразования, то есть сколько труда вложено в изделие, столько оно как бы должно стоить. Для древности и средневеков это вообще не работает. Труд не считался чем-то, что требовало отдельной оплаты. Почему мы это можем, значит, говорить? Во-первых, в письменных источниках у нас для всей древности и всего средневековья нет вообще никаких намеков на то, что за труд платили. За труд могли давать дары и подарки, которые не считали зарплатой, которые никак не коррелировали с объемом труда. Но есть гораздо более прямое указание на то, что вещи не стоили дороже, чем серебро. При изготовлении вещей мастера стремились, не просто стремились, а в большинстве случаев выдерживали весовые стандарты. То есть, грубо говоря, вот гривна, скажем, шейная гривна, да, они стремились ее изготовить ровно в вес марки серебра. Или половины марки серебра, или двух марок серебра. Интересно. Браслет литой, или там, скажем, витой. Если взвесить большое количество таких браслетов, выяснится, что они квантуются. Один браслетик весит, значит, половину марки серебра. Или на Руси это называлось гривна серебра. Марка, значит, на севере, а гривна, восточный, гривна это славянское обозначение для единой весовой единицы Европы, которая называлась марка. Так вот, это... То есть, гривна и марка, это можно равно поставить? Да, это полностью равно, причем на протяжении всего Средневековья, вплоть до 14 века. Когда появляется слово рубль, которое заменяет слово гривна, даже в употреблении. Значит, и в кладах вещи, которые изготовлены по весовым стандартам, они включаются в вклады весового серебра. То есть, грубо говоря, у нас есть вклад, в котором половина веса это монеты или рубленные монеты, другая половина веса это вещи, которые выглядят как браслеты, но их невозможно надеть, потому что они уже, чем запястье. Это форма обращения весового серебра, которую мы так и называем браслет, по-славянски тоже гривна. В древнерусском языке вот это украшение для шеи назвали гривной, а вот это украшение для запястья назвали либо обруч, либо тоже гривной. Значит, и они весят ровно столько, все они весят одинаково, скажем, в пол, в пол, в пол гривны. И то, что они в вкладах, значит, что при обращении их стоимость была ровно столько, сколько весит серебро. То есть, грубо говоря, работа, которая потребна для того, чтобы изготовить из дрота, скрутить его, проштамповать пункционами, получить вот такой браслет, носили его или не носили, другой вопрос, но эта работа стоила ноль. То есть, ладно, вот допустим, я, как современному человеку, мне сложно это представить, да, но вот допустим, с гривнами понятно, а вот если вот ремесленник, который вот произвел, допустим, такую сложную, можно сказать, роскошную, зерненую вещь, серебряную, как вот молот Тора из сконы, да, Дания, сейчас в Швеции. Он получал подарок от заказчика. То есть, он, а, то есть, он сверху мог получить какой-то подарок от заказчика. То есть, он все-таки, скажем, меняя его на кусок шелка, получал, мог получить чуть больше шелка, чем ровно вес этого. Значит, тут тонкий момент. Значит, в эпоху викингов сосуществовала рыночная торговля, вот в нашем понимании обмен товара на товар или товара на деньги по рыночному курсу. И существовала экономика дара. Они сосуществовали. Как это работало? Если какой-то, значит, человек богатый хотел, например, себе роскошный, значит, ну, скажем, роскошную узду для своего коня в шикарном стиле, скажем, борры, да, там, с золотом, серебром, все красиво. Он должен был заказать у мастера. Мастер это делал. Значит, заказчик должен был снабдить мастера необходимым весом серебра или золота, потребным для этой вещи. Дальше эта вещь отдавалась заказчику. И заказчик должен был за эту вещь дать подарок мастеру. Поэтому, скажем, вещи высокостатусные, вещи дорогие, которые делались долго, значит, они не массовые. То есть художественный стиль массовый, но вещи делались не в промышленных масштабах. Они делались специальными мастерами, ремесленниками, значит, и заказчик должен был обеспечить сырье и заплатить даром, подарком, любым, значит, по соглашению за эту вещь. Что касается массового ремесленного производства, например, производства костяных гребней, производства бронзовых фибул, массовое, потому что мы имеем археологические следы производства, скажем, женских фибул бронзовых в торговле местных кварталах вместе со стеклом, там, обработка интаря и так далее. Значит, их стоимость должна была быть выражена в весовом серебре или, скажем, в отрезном шелке. Вот в Восточной Европе базовым товаром, который русы получали из Византии, был шелк, подрыверусский поволокок. И в поволоках считали и стоимость, и так далее. У нас есть летописный контекст. Так вот, стоимость массовых предметов была рыночной. То есть, нужно было заплатить за фибулу ровно столько, сколько она должна была стоить по работе. От чего получалось торговцами маржа, это вопрос хороший, но на нынешнем уровне археологических и письменных источников мы на него ответить не сможем. Но драгметаллы обращались ровно по тому курсу, даже если это были ювелирные украшения, сколько стоило само весовое серебро. То есть, для серебра это вот прям как бы точно. То есть, серебряные украшения стоили весовое серебро, плюс тот дар, который заказчик должен был дать им весны. Что касается области золота, то область золота это вообще не массовая штука. Область золота это сильно сакрализованная штука. Судя по некоторым намекам письменных источников, свободное обращение золота не допускалось. То есть, золото было прерогативой конунга, князя Ярла, который должен был его распределять даром, так сказать, по социальной лестнице. То есть, золото дарилось, но не продавалось. Золото получали от халифата при помощи обменных операций. И дальше, что с ним происходило внутри Руси, вопрос открытый, потому что находок золотых монет в эпоху викингов в Восточной Европе, ну там, для 8, 9 и 10 веков 20 монет, 25, но это единичные. Но они вообще есть. Они вообще есть. А в Скандинавии? В Скандинавии меньше, чем в Восточной Европе. А в Западной Европе? В Западной Европе золото, конечно, есть монетное, и римское, и в виде вещей. У нас больше золота в виде вещей. То есть, золотые браслеты более обычны, чем золотые монеты. Почему? Потому что золото в монетной форме, как только поступало к Русам, они тут же его переплавляли на браслеты. И обращалось золото в виде браслетов, которые дарились, которые носились. Здесь у каждого Руса было два золотых браслета. Мы это точно знаем, потому что, во-первых, они есть в археологии. В смысле, у каждого? У каждого. У каждого Руса было два золотых браслета, богатых, которые мог себе позволить. Потому что, опять же, в анонимной записке 9 века есть указание на то, что каждый приличный Рус имел два золотых браслета, которые клались к нему в могилу, когда он умирал. И мы знаем, как выглядят эти браслеты. У нас они есть в 9, 10, 11 веке. Они совершенно одинаковые, простенькие золотые браслеты, либо граненые, либо витые. Мы точно знаем, что они изготовлены из перелитых монет. Потому что никак, кроме монет, это золото ни в Древнюю Русь, ни в Скандиналию поступить не могло. До эпохи викингов золота в Восточной Европе не было вообще, кроме как в Херсонесе, потому что оно там обращалось византийское. Во всей остальной Восточной Европе его не было. Получить золото от византийцев торговыми путями было невозможно, потому что в Византии был запрет на вывоз золота за пределы империи. Законодательный, за нарушение которого была уголовная ответственность. Единственной возможностью получить золото из Византии было получить его в дипломатический дар. У нас есть золотые монеты в 9, 10, 11 веков в Восточной Европе в очень небольшом количестве. И про каждую из них мы можем сказать, что это, скорее всего, подарок дипломатически высокого статуса. Но не следствие торговли. Торговля с Византии шла на серебряные монеты, они назывались милиариси, и на шелк византийский, который назывался поволокоподревний русский. А вот серебро, двигаясь из арабского мира и из Византии, с увеличением расстояния, на которое оно уходило, оно теряло чистоту пробы или сохраняло? То есть, чем дальше, тем оно становилось грязнее или сохраняло чистоту пробы? Наоборот, очищалось. Если чистое серебро в Чиканинус-Халифате, то его чистота при переплавке не снижалась, наоборот, увеличивалась. Потому что при переплавке у вас есть возможность, ну вот, скажем, есть хороший метод, вот у вас есть серебро, вы его сплавляете в слиток, и дальше специальное такое приспособление, удлинённый тигель, так называемый тигель для купилирования, в котором вы можете вот так вот сплав жидкий прокачать, и дальше чистая серебряная фаза, она льётся лучше, чем серебро с примесями. Поэтому купилированный слиток, прокачанный вот таким вот образом, он имеет разную частоту. И у вас есть возможность очень простой процедурой купилирования очистить серебро за несколько отливов. Они так практиковали. То есть это прям распространённая практика? Да, это распространённая практика. Значит, при переливке серебряных вещей у вас есть возможность монет, там не монет, увеличить пробу. И этим пользовались. Значит, в норме викинские, древнерусские серебряные вещи чище, чем плохое серебро. То есть они такие же чистые, как хорошее серебро, и чище, чем плохое серебро. Под плохим мы подразумеваем вот эту уже порченную монету. Пробу 750-е, 600-е и так далее. Значит, вы получаете какое-то количество плохих серебряных монет 2-й полн 10-го века, и переливая их на вещи, вы увеличиваете пробу до хорошего... То есть они перестают быть серыми и становятся белыми. Средневековый человек, который регулярно работает с серебром в монетной или вещевой форме, определяет пробу по цвету. Вот я, как бывший хранитель коллекции исламских монет, могу сказать, что я по любой серебряной монете, по цвету патины определяю пробу с погрешностью в 15%. Это такая насмотренность. Да, это насмотренность. Это насмотренность. И у них была такая же, потому что если каждый день работать серебром... То есть профессиональные купцы-русы могли на глаз тоже чистоту объявить. Они не просто ее на глаз могли, они ее видели. То есть, грубо говоря, значит, по цвету клада можно определить его дату. Вот, скажем... Интересно. Да. Вот когда вы видите какую-то партию монет серебряных, ну или там любого серебра, плохого, хорошего, по цвету патины вы можете сказать, какая хронология у этого клада будет, какие там будут монеты. Ну, соответственно, они это видели прекрасно. То есть, ну, это прям не подлежит сомнению. Это, в принципе, это довольно легко доказать физико-химически, потому что я вот в свою бытность, значит, хранителем нумизматической коллекции систематически делал анализ металла больших кладов для того, чтобы прокоррелировать хронологию, типологию и частоту металла. Я могу сказать, что для второй полной десятого века по цвету монет можно определить и дату, ну и сразу пробы видны. То есть, клады, скажем, конца десятого века, они темнее, чем клады 60-70-х годов, а клады 60-70-х годов темнее, чем клады первой полной десятой веки. Причем падение пробы в каждом случае примерно 15-20-25%. Вот с значением арабско-византийского серебра и с его обращением разобрались. А вот откуда серебро в Византии и в арабском халифате возникало? Там было местное добыча? В арабском халифате оно добывалось. Было три базовых центра добычи серебра. На протяжении всей ранне-исламской эпохи. Западный Магриб, там были копии на территории современного Марокко. В Афганистане, это так называемые паншерские рудники, они были и в Средневековье, и в позднем Средневековье. И рудный район Шаш-Илак, это окрестность современного Ташкента. Вот эти три рудника обеспечивали потребность всего халифата в серебре на протяжении ранне-исламской эпохи. Для первых десятилетий ислама источником серебра было серебро, обращающееся в сасанитском Иране. Сасанитское серебро было очень чистым, очень многочисленным. Сасанитские драхмы после финала сасанитской державы обращались еще два веков спустя. То есть, скажем, вкладок 8 века они просто доминируют, а вкладок 9 века они там 10%. Поэтому с серебром в исламе проблем не было. С серебром в Византии проблемы были, потому что Византия традиционно обращала золото. И чеканка серебра в Византии... А золото они обращали, они его добывали? Значит, золото, которое обращалось в Византии, добывалось. В Византии? В Византии, в Пактол, в реке Пактол, это запад Малой Азии. Там, значит, золото просто мылось в виде слитков, значит, еще с ранней античности. Как бы в Византии собственные источники золота были. Ну и плюс золото, доставшееся из Римской империи, которое просто обращалось. В любом обществе есть какое-то количество драгметалла, которое там обращается длительное время. В древности было несколько обществ, которые были просто напичканы золотом. Кочевники, Индия, Кельты и... Ну, вот, кочевники, Индия и Кельты. В поздней античности... Ну, плюс... Кочевники плюс персы. Значит, Ахимениды. Но вся римская эпоха и вся византийская эпоха были насыщены золотом, просто вот, которое обращалось. В виде ювелирных украшений очень много было, потому что движение между монетой и вещью, оно было в обе стороны всегда. То есть вы могли переплавить монеты на вещи и отдать вещи на чеканку чеканщикам и получить монеты обратно. Это было вполне нормально. В халифате то же самое. То есть с серебром проблем не было, с золотом проблем не было. Вообще цивилизация отличается от периферийных варварских обществ тем, что в цивилизации уровень технологий, насыщенности ценностями топовый. То есть нет проблем с золотом, нет проблем с серебром. Если они возникают, то они либо решаются, либо наступает финансовый кризис. И было в истории то и то в разные периоды. Поэтому значит с золотом и серебром нет проблем. Оно есть, оно обращается, и вы можете его экспортировать. В халифате проблем с экспортом драгметаллов не было. В Византии был запрет на золото, но не было запрет на серебро. Византийское серебро в конечном счете это перечеканенное исламское серебро, потому что торговый обмен между Исламом и Византией шел на протяжении всей совместной истории этих двух цивилизаций. А вот получается в отсутствии золота и серебра возникали кризисы, да? Вы говорите, то есть получается, что... Кризисы возникают тогда, когда серебро перестает чеканиться в нужной частоте и в нужных объемах. То есть, в принципе, наличие серебра и золота для развитой торговли, в том числе международной, в средневековых условиях и античных, это прямо обязательный факт. Это обязательно, да. То есть, без золота и серебра каким-то более прямым бартером такая развитая торговля невозможна, да? Да, потому что золото и серебро это те товары-деньги, ценностная емкость которых максимальная для денежных средств максимальной ликвидности. То есть, характер их обращения и наличие достаточного количества запасов драгометалла для обеспечения всех операций, как внутренних и внешних, это необходимые условия. Это ровно та же самая история, ровно тот же самый принцип, что и принцип 20 века об обеспеченности валют. То есть, чтобы валюта функционировала как мировые деньги, она должна быть, она должна быть надлежащего качества и она должна быть всегда в доступе. Как только снижаются какие-то из этих факторов наступает либо локальный финансовый кризис, либо финансовый кризис, который экспортируется за пределы соответствующей области. И в халифате это был именно так. То есть, снижение качества серебряной и золотой монеты, которая имела своей причиной снижение качества политики. То есть, когда у вас распадается замечательная, огромная финансово устойчивая империя, то централизованная финансовая политика утрачивается. И каждый мир начинает играть в свою игру. Задача каждого мира нахлобучить население и выдать монету худшего качества за лучшую. Порча монеты это всегда следствие политической невозможности обеспечить качество монеты. У нас есть несколько сюжетов второй, полнодесятого, одиннадцатого веков, когда были попытки вернуть качество монеты в тираж, но вернуть массовое монетное производство хорошего качества в оборот может позволить себе только огромная финансово мощная империя с огромным товарным потенциалом. Маленькие эмираты все попытки схлопывались. То есть, у нас есть, скажем, была попытка в самом начале одиннадцатого века, когда после девятьсот девяносто девятого года новая волна тюркских завоевателей из Центральной Азии завоевала эмират саммонидов, была попытка несколько лет чеканить хорошее серебро. Это быстро схлопнулось, потому что объемы серебра, которые перечеканились, были явно недостаточны для того, чтобы уменьшить дисбаланс между огромным массивом плохого серебра и единичным хорошим серебром. Естественно, хорошее серебро тут же ушло в клады и не принимало участия в обращении на так называемый закон. Накопление. Да. Хорошо. Торговые маршруты, проходившие через территорию Древней Руси, сформировали Древнюю Русь. Стали экономическим базисом. Да, экономическую основу. А почему эти маршруты в конечном итоге пришли в упадок и не связана ли дальнейшая раздробленность Руси, княжеские междуусобицы XII-XIII веков, с упадком этих торговых маршрутов? Отличный вопрос. Я об этом думаю уже очень давно и я прихожу к такому выводу, что в действительности у нас есть такая непрямая корреляция между уровнем политической фрагментации и уровнем включенности отдельных территорий в крупные международные торговые проекты. Вот эпоха викингов это такой мегапроект, который осуществили русы, то есть восточноевропейские викинги между Скандинавией, Балтийским бассейном, Византией, халифатом и так далее в период наиболее благоприятной международной экономической конъюнктуры, когда существовал баланс между мощными и растущими рынками Византии и халифата с одной стороны и мощной ресурсной базой севера, глобального севера. И нарушение этого баланса последовало начиная с середины X века и окончательно завершилось к началу XI века, когда произошла разбалансировка политического единства сначала халифата, а потом и быстро за ним последовавшего расстройства финансов в халифате, которое привело сначала к снижению качества монеты, а потом и к исчезновению хорошей серебряной чеканки вообще. То есть политический кризис в халифате и политическая фрагментация халифата явным образом отразились в том, что к началу XI века исламский вектор выпал из внешнеторгового контура Руси. С другой стороны, финансовый кризис имел место и в Византии ровно в это же время. С начала XI века, конкретнее с рубежа первой и второй четверти, хорошее серебро в Византии тоже перестало чеканиться. И вслед за ним последовало падение пробы и золота. То есть к концу XI века у нас даже в Византии нет не чистого серебра, не чистого золота. Есть плохенький билон значит сплав серебра с медью, который вообще не белый. И плохенькое золото электр, которые может быть даже вообще не желтые. То есть финансы были не в порядке и там. С другой стороны, в конце X века начинается поздняя фаза эпохи викингов, которая с точки зрения внешней торговли вся завязана на Западную Европу. Но Восточная Европа от Западной Европы была сильно дальше, чем от Византии и Халифата. Поэтому наиболее близким к потокам западноевропейского серебра восточноевропейским регионам был Новгород и Новгородская земля, которые остались в экономической сфере эпохи викингов вплоть до середины XII века. Серебро продолжало в них поступать. А вот вся остальная Русь оказалась дальше вот этих путей, чем надо. Поэтому политическая фрагментация Руси началась именно с южных территорий. Обособление киевского фрагмента Единой Руси после середины XI века от Псковско-Новгородского и от Ростова-Сузельского обозначило контуры будущей фрагментации Руси на три больших блока, каждый из которых в течение XII-XIII веков фрагментировался еще сильнее. Политическая фрагментация это прямое следствие двух причин. Одной генеалогической правовой, суть которой заключается в том, что при увеличении количества представителей правящей династии династии Рюриковичей каждому правителю нужно выделить свой дел родовой, который будет его доменом или, как говорили в древнерусском языке, вотчиной. Поэтому территориальная фрагментация является следствием правового статуса князя, который должен обладать какой-то своей властью на какой-то своей земле. Второй момент заключается в том, что попытки локальных интеграций политических, экономических имели переменный успех. В частности, неплохой проект был первым 12 века в Ростово-Суздальской земле, но и он тоже в конечном счете привел к еще большей политической фрагментации на уделы, которые в последующем 13-14 начале 15 века породили несколько десятков княжеств. То есть удельный период это следствие разветвления правящей династии чистого такого демографического и генеалогического, которое требовало компенсации землей и землей власти. И второй момент поддерживать экономику на уровне интеграции в мировые структуры можно, если ты крупная крупная юнит, крупная держава. То есть держава Рюриковича от Ладоги до Киева. Но когда ты маленькое княжество, то задача экономической адаптации сводится к поддержанию баланса внутрикняжества, который, как мы знаем по материалам 13-14 века, прекрасно достигался за счет местных ресурсов. Поэтому степень политической фрагментации территории Руси находилась в явной корреляции с падением включенности Руси в мировые финансовые торговые рынки. Ростово-Суздальская Русь сохраняла тесные связи с Волжской Булгарией и Волжская Булгария была для Северо-Восточной Руси естественными воротами в мир восточной торговли, но ее масштабы и объемы были на пожалуй два порядка ниже, чем эпоху Викингов. У нас есть прямые свидетства того, что восточный товары продолжали поступать, но те объемы, которые были достигнуты в эпоху Викингов по серебру, по драгоценным категориям товаров, по археологическим данным они снизились. Что касается самого хода торговли Восточной Европой и Древней Руси с Востоком, то характер его торговой структуры не поменялся. В источниках XII, XIII, XIV веков у нас все те же категории, значит, есть и меха, которые продолжают доминировать и так далее. То есть в действительности структура поменялась не сильно, а вот объем, характер, масштаб, плотность снизились. к сожалению, для классического древнерусского времени, как до монгольского, так и после монгольского, у нас нет хороших таких вот панорамных реконструкций того, как это было. Для пухи викингов есть, то есть IX, X, X, XI век мы знаем, а вот XII, XIII, XIV хуже. То есть для отечественной историко-археологической науки это еще такая вот задача. Как объяснить связь между процессами, происходящими в Восточной Европе, и как их связать с тем, что происходит за пределами. Ну и наконец у нас в середине XIII века полностью меняется характер связи Руси с Востоком. Русь полностью, за исключением Новгорода и Пскова, входит в состав тогдашнего глобального Востока Монгольской империи. Начинается новая эпоха, которая должна описываться в других терминах, с другими реалиями и с другими внутренними тяготениями. Это тема для совершенно других разговоров и диалогов. Маленькое уточнение. Для падения привлекательности торговых путей через Волгу и Днепр сказались ли ранние крестовые походы, установившие прямую связь между Востоком и через Средиземное море и Западной Европой? В Восточной Европе есть некоторое количество импортов, как западноевропейских, так и восточных эпохи крестовых походов, но никакой прямой связи Русь в событиях эпохи крестовых походов не принимала. Мы знаем это. Понятно, имею в виду смысле, этот средиземный маршрут не становится ли более выгодным, чем русские торговые маршруты вследствие действий крестоносов? А, в этом смысле? Да, безусловно, прямые контакты Европы с Востоком по Средиземноморью еще больше отрезали Русь от мировых рынков. Это, безусловно, так, это прослеживается по комплексу источников. То есть, вследствие выпадения Руси из мировой торговли, можно так сказать, что для сохранения политического единства необходимо было сохранение общественности экономических интересов, а поскольку вследствие выпадения они нарушились. Интересно утрать, совершенно верно. Да, хорошо. Я согласен с этим утратить. То есть, над этим как бы подытожим. В общем, безумно интересно, и очень много дали вы мне сегодня материал для размышления, буду думать целую неделю и даже больше и читать кучу литературы, и если бы была возможность бесконечно задавать вопросы, то продержал бы вас тут у нас в гостях часов шесть или более. Да, но тогда ролик получился безразмерным, это невозможно слышать. но надеюсь, что все, кто открыли ролик, досмотрели до конца. Последний вопрос, зачем изучать историю? Это хороший вопрос. Этим вопросом задавались и историки, и обычные люди во все времена эпохи. я склонен полагать, что в действительности человеку свойственно любопытство. И это любопытство не знает преград. То есть, мы задаем вопросы относительно всего того, что плохо знаем и плохо понимаем. В этом смысле задавать вопросы относительно происхождения Вселенной или там живности в глубинах мирового океана так же естественно, как задавать вопросы о прошлом человечества. Кто мы, зачем мы, откуда и куда мы идем. То есть, я полагаю, что интересоваться историей это биологическая необходимость. Но интересоваться историей можно по-разному. Я за то, чтобы интересоваться историей на рациональных основаниях. То есть, на основаниях, которые утверждают примат истины и нашей приверженности к тому, чтобы реконструировать прошлое максимально близко к тому, как оно на самом деле было. У нас мало надежды, что мы полностью его поймем и полностью опишем, но у нас всегда есть надежда, что мы можем совершать прогресс на этом пути. И каждое последующее поколение историков понимает прошлое возможно лучше, чем понимало его предшествующее поколение. Я не просто в это верю, я настаиваю на том, что это единственный рациональный способ думать о прошлом. Спасибо. Вячеслав, приглашаю вас к нам на Былинный берег снова принять участие в работе нашей научно-просветительской конференции, выступить с лекцией. Надеюсь, что вы согласитесь. Приедете, посетите, выступите. Безусловно, заранее анонсирую для будущих участников Былинного берега, я буду говорить там о славянах, поскольку я считаю, что тема о ранних славянах это тема, которая недостаточно известна широкой аудитории на современном этапе наших знаний о них и нуждается в максимальном промоушене. Привет зрителям, привет слушателям, спасибо, что были сегодня с нами. До встречи на Былинном берегу. Спасибо, Вячеслав. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok